Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, 108-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кэс Даймон. И сегодня у меня в гостях Александр Тавгин, Software Architect из компании Polytech. Саш, привет! Привет, привет! Давно мы тоже как-то так... Не было у меня выпусков, но наконец-то нашлось время. И гости тоже спасибо тебе, что пришел. Так довольно оперативно, кстати, получилось с тобой. Ну да, да. Вот. Слушай, ну сегодня мы хотим поговорить несколько, осветить несколько тем. Одна из них – это там про всякие процессы, коммуникации внутри компании, команд и прочих. Там немножко поговорить про распределенные системы и, может быть, о чем-нибудь еще. Но пока не будем сразу забегать вперед, давай по традиции расскажи немножко про себя вообще, как ты давно и чем занимаешься, как попал наш славный айтишный мир. Привет! Меня зовут, да, как сказали, Александр Тавгин. И я софтвер-архитект в компании Playtech. Это один из наших местных уникорнов эстонских. Помимо Playtech у нас еще Skype, TransferWise, Bolt. И моя профессия – это не такой классический архитектор, который рисует на доске диаграммки, пишет документацию, проектирует API. Скорее, у меня работа связана с кодом. Процентов 70 времени я пишу код. И мои задачи не связаны с основными бизнес-процессами компании. Скорее, я занимаюсь так называемым research and design, rebel-проектами. Проектами, которые решают какие-то проблемы, связанные, допустим, с операционным управлением. Проблемы, связанные, допустим, с решениями нестандартными бизнес-тасков. И, соответственно, это немножко меняет мою роль, поскольку у меня нет как таковой команды. Напротив, я собираю команду или вливаюсь в какую-то команду в связи с каким-либо проектом. То есть это достаточно интересная работа, необычная, и всегда новые вызовы. В принципе, если посмотреть, то в IT я пришел, наверное, с детства. У меня был в детстве первый такой инструмент – это программированный микрокалькулятор. И на нем можно было писать достаточно неплохие, серьезные вещи. Там было 105 байт памяти, 15 регистров. В науке жизни была целая рубрика «Человек с микрокалькулятором». И там люди считали какие-то интегралы, рассчитывали вероятностные задачи. То есть было достаточно интересно. Конечно, в 11 лет я не понимал самих вот этих кейсов, связанных с математическими. Но понимание того, как это работает, писал какие-то свои небольшие штучки, оно было. И недавно как раз у Тагира Валеева в Твиттере видел тоже, он нашел свой калькулятор, и он, в принципе, тоже это тот человек, который начинал оттуда. Потом у нас было школьное программирование. Это был 93-й год, Бейсик. И это были поначалу такие советские системы, ДВК. Но мы с одноклассником на этом Бейсике написали игру. Ну, это была летающая тарелка, которая бомбила танки, и танки, соответственно, отстреливались. Это была оскоря графика. Танки, как сейчас помню, гусеницы были из фигурных скобочек, три буковки «О» между ними. Это достаточно работало и выглядело неплохо. А в индустрию я пришел в 2000 году. Это первое мое рабочее место, где, в принципе, все и завертелось. Тогда же я так серьезно уже познакомился и с Джавой, и уже немножко начал писать, смотреть, учиться в системах НОСИ. И вот как-то вот с этого времени пошло. То есть, в принципе, в следующем году у меня будет, да, 20 лет в индустрии. Очень много все поменялось, естественно. Очень по-разному. Компании развивались. Очень в разных компаниях работал. То есть, и жил в Европе, работал в Швеции, в Лондоне. То есть, достаточно очень хороший такой опыт, где ты видишь, насколько по-разному устраивается культура в компаниях, насколько по-разному устраиваются инженерные процессы. Ну, в принципе, это достаточно все было интересно. Если бы вот еще раз прожить это все, я бы это повторил. Слушай, ну да, довольно-таки так насыщенная, разнообразная у тебя айтишная жизнь. Твоя айтишная биография. Слушай, ну расскажи еще, вот, может быть, немножко подробнее про компанию. Да, ты уже рассказал, так сказать, что там какие-то, там, ты, твоя роль. Да, еще мы тоже немножко ее раскроем. Вот, но вот в целом про компанию. Просто как бы чем занимаетесь? Какие там есть проекты, процессы, чтобы нам немножко погрузиться в контекст дальнейшей беседы? У нас компания очень большая. Она раскидана по всему миру в буквальном смысле. Если брать общее количество человек, то это более пяти тысяч. Если брать инженерные команды, да, то есть люди, которые непосредственно создают софт, люди, которые этот софт деливерят, да, решают проблему, то это порядка, ну, может быть, полутора тысяч. И офисы у нас, основная, да, разработка, это вот Эстония, Талентарту, но они также существуют и в Киев, в Софии, в Болгарии, это и Кипр, это и Израиль, это и Англия, то есть. Ну, понятно, в общем, территориально вообще распределены там по всему географически, по миру, да. Да, и здесь получается, что продуктов в компании очень-очень много, и продукты – это не только те, которые, да, писались и создавались внутри компании, но поскольку существует еще такая вещь, как Merchant Acquisition, да, или компания выкупает компании, то в какой-то момент присоединяются команды, которые, ну, разрабатывали или что-то сделали вне зависимости от вас. И тут получается как раз такая задача, что очень много разных продуктов, очень много разных команд, очень много всего, и этим всем как-то вот надо управлять. Ну, да, да, вот это хороший такой момент. Мы с Максом Шульгой тоже, в общем, в одном из предыдущих выпусков тоже обсуждали, вот когда большой зоопарк, много команд, и, знаешь, как бы тут есть несколько подходов, есть вариант, когда стратегия такая же, когда, так сказать, есть жесткий определенный там перечень, там, не знаю, технологий, ну, стэк определенный, как бы, да, и, ребята, вот вы можете в рамках этого стэка, так сказать, делать, что хотите. Ну, не знаю, там вот, я как бы никогда не работал в Яндексе, но, насколько знаю, у них там, там, вот, Питон, там, не знаю, еще, то есть ты там не можешь пойти и сказать, а давайте я сейчас на что-нибудь там на Husky или напишу просто, да, вот такого нету. И есть другой вариант, когда вот больше это, наверное, свойственно, не знаю, ну, ты меня, наверное, поправь, так ли я считаю, правда это или нет, какие-то такие стартаповские, когда компании, команды быстрорастущие, и вот там маленькие команды, и так, ребята, вот наш стэк, мы тут, кого нашли, как говорится, кто на чем мог, тот на том и написал, да, а потом, когда все это немножко взрослеет, так сказать, немножко так оседает, на землю спускается, и такие, так, а как мы будем все это поддерживать, а как нам со всем этим жить, да, вот, ты что думаешь? Тут есть, на самом деле, две стороны. Первая – это выбор стэка, да. Если мы говорим о общепринятых практиках, да, это вот agile, когда команда независимая, они могут выбирать технологии, подходящих для решения задачи, то есть такой момент, что, ну, выбор технологий, в принципе, команда должна как-то обосновать, и я, помимо основной работы, я веду еще open-source проект, который мы развиваем, да, для observability, и мне часто задают вопрос, почему вы, ну, как бы начали писать движок на Java, почему? И тут возникает такая проблема, что код – это не просто, да, вещь, которую написали, и практика показывает, что код живет дольше, чем команда, да, есть такое понятие – период полураспада команды. Полураспад команды – это где-то два с половиной года, в команде меняется половина человека. Код, как правило, живет там три с половиной пять лет, ну, основной код, то есть в какой-то момент с кодом начинают работать люди, которые не принимали решения, когда, ну, писали это, и для них некоторые моменты могут быть непонятны, не отсутствует контекст, почему, допустим, то решение при написании было выбрано в тот момент или нет. Проще всего сказать, а, вот, да, до нас работали какие-то идиоты, что-то там написали, но, как правило, это не так. Люди, ну, как это странно не звучит, стараются думать, что они делают, и поэтому здесь возникает такая проблема, что при выборе технологии нужно прекрасно давать отчет, да, что будет ли легко найти инженеров, чтобы это поддерживать, насколько будет просто или быстро людям, да, войти в проект. То есть, да, можно написать сервис на Haskell, но, соответственно, потом это будет очень трудно найти людей, кто это будет поддерживать, и это будет такое бутылочное горлышко. И Java в этом плане, вот, допустим, почему мы для аутенсорсного проекта выбрали вот этот движок, на чем переписываешь, что Java – это достаточно такой распространенный язык, в который могут достаточно удобно войти студенты, потому что Java все-таки, в принципе, преподается, да, стандартно на многих курсах. И это такой стек, который знаком достаточно большому количеству инженеров. И он достаточно устоявшийся, да, то есть там есть своя экосистема, свои там лучшие практики. То есть Java сейчас развивается достаточно хорошо, что мне нравится. И есть еще такой другой момент, связанный с организационным, потому что люди разные. Кому-то удобнее, лучше работать, когда у него вот есть план, да, у нас есть там спринт или он там еще что-то, и человек видит, ему нужно сделать вот это, 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 у него есть какая-то там зона ответственности, у него понятно, комфортно и хорошо. И другие же люди, напротив, им интереснее, да, исследовать какие-то новые стеки. У них есть дух авантюризма, чтобы попробовать, чтобы выйти за рамки и что-то попробовать новое, немножечко посмотреть по другим углам. И здесь нет такого однозначного оценки, да, что вот первого типа люди хорошие или плохие, там, или второго, лучше или хуже. На самом деле это такая человеческая психология, и здесь все хорошо, да, и первого типа, и второго. Единственное, что когда возникает команды, в которых много людей, которым нравится зона комфорта, то команда немножко застывает в себе, и, соответственно, если у вас в команде слишком много авантюристов, то это тоже не очень хорошо, потому что будет очень сильно болтать. Здесь как раз, если мы говорим о такой разработке в масштабе, то, значит, как раз, да, вот этого баланса. И у нас в компании в этом плане очень хорошо выстроена культура, и я знаю, о чем я говорю, потому что опыт в различных странах, в различных организациях дает как бы некий бэграунд, чтобы более-менее оценивать. У нас в компании человеку стараются найти роль или занятие, или вот вписать его туда, где он будет себя чувствовать комфортнее. То есть человеку нравится более как бы работать в таком команде, где у него достаточно хорошо четко расписаны роли, четко расписаны, что ему делать, все это запланировано, отлично, без проблем, то есть для него сделают все, чтобы он чувствовал себя хорошо. Если кому-то нравится, напротив, что-то более исследовать, что-то изучать, то, в принципе, он найдет себя и в этой роли тоже. И если посмотреть даже, то есть как бы несколько таких подходов, где один – это вот у нас есть процессы, мы делаем фичи, спринты, ну, там по-разному, в компаниях по-своему. И есть другой подход, это так называемый, вот мы называем ребел-проект. Ребел-проект – это когда есть некая проблема в организации, она может быть, в принципе, и бизнес-проблемой, она может быть какой-то интернал, и нету как бы еще понимания полного, да, как это надо делать, решать, нету процессов никаких вокруг, потому что это вот только некая идея, некий подход, чтобы найти, сделать ресерч, то, в принципе, собираются, такая собирается команда под проект, куда входят люди с различных, опять-таки, команд, со своим доменовым как бы бэкграундом, и возникает такой процесс работы как в стартапе, когда у вас там нету джиры, вы не делаете никакие процессы, вы, в принципе, собираетесь, может быть, раз в день, может быть, реже, если не требуется такое частое собрание, координируйтесь, синхронизируйтесь, и достаточно быстро идете вперед, потому что каждый новый проект, это, в принципе, похоже на проход по болоту, да, ты не можешь сразу идти напрямую куда-то, а ты делаешь шажочек, прощупываешь, ну, вроде можно ступить дальше. Дальше ступаешь, дальше уже как бы появляется более лучшее понимание того, что надо делать и что ты делаешь, и это такой степ-бай-степ, ну, идет вперед. И, в принципе, по, ну, я работал по таким схемам, вот, и в предыдущей компании, это имеет несколько плюсов, помимо того, что это решает некие проблемы, помимо того, что это достаточно быстро позволяет сделать некие прототипы и подтвердить какую-либо гипотезу, это еще и отлично работает в плане обмена информацией между различными командами, когда люди с разных команд, с разных областей начинают очень активно обмениваться информацией, и это очень сильно дает нового типа знания, ну, другим командам, да, допустим, девелопменты больше начинают понимать о том, как работает оперейшн-тим, или там критиковый инцидент-тимы, которые что-то делают. В этом плане у меня был очень хороший опыт в Лондоне, в компании IG, где я работал в SRIA-тиме, и, ну, представим, да, то есть еще большая организация, тоже очень много небольших команд, которые делают свои сервисы, да, там какие-нибудь REST, там еще что-то, и SRIA-команда, она имеет такое общее visibility, потому что она видит, как работают вот эти все компоненты вместе, понимает, как это все идет в продакшене, поскольку проблема вообще оперейшн в том, что мы, ну, тесты не дают нам полного понимания того, как система будет работать, потому что тестирование происходит в такой, некой песочнице, да, где мы покрываем там некую логику, там мы кейсом, но проблемы реального мира, они, как правило, связаны, ну, часто связаны именно и с реальным миром, да, может в метр купасть, или появится некая комбинация каких-либо событий, или логики, и это все проявляется только там. И там была вот в английской компании такой подход, что, окей, мы, есть какая-то проблема, есть инцидент или есть баг, если он маленький, мы можем на месте, да, там пофиксить, как вот это делается, но если это что-то большое, то человек, вот этот инженер, кто берет на себя решение проблем, он идет в эту команду на недельку, и вместе с девелокерами там решает ее. И поскольку команд очень много, есть команды, ну, которые работают с разными типами стэком, например, одна команда работает там с графом, базами данных, другая команда работает там, допустим, с определенными какими-то системами, то в течение там полугода-года у инженера, который походит по этим всем командам, по недельке посидит, у него образуется очень хороший тоже такой опыт, понимание там различных технологий, как они работают. Соответственно, те команды, куда приходит, да, вот этот инженер, получают тоже опыт от того, ну, от, оперативно от того, как все это работает вместе, какие проблемы нужно, допустим, думать, может быть, наперед там, и это, в принципе, очень хорошо, ну, двигает такое знание внутри организации. То есть, в принципе, у нас сейчас в компании это тоже достаточно так пропагандируется, то есть, если человеку комфортнее работать в команде, где у него, где у него уже все примерно по-настоящему распределено, это окей, если человек больше хочет как-то двигаться в различных направлениях, что-то пробовать, это тоже окей, ну, всегда как бы найдется место и тому, и тому. Слушай, классно, но тут несколько таких моментов, смотри, насколько я тебя правильно понял, вот есть команды, да, какие-то там, ну, продуктовые, назовем их так, которые там, вот они пилят свой, там, не знаю, сервис, модуль, компонент, неважно что-то. В принципе, обычно это некая команда, все же она сосредоточена там на каком-то своем продукте, да, у них есть там свой стэк какой-то, вот, все же, ну, девопс, там, SRE, как ни назови, да, вот это всегда обычно команды, которые там чуть-чуть выше стоят, потому что они чуть-чуть больше видят картину, да, есть подходы, когда SRE, там, или девопс, прямо у тебя внутри команды какой-то есть, то есть, я думаю, потому что знаешь, что есть подходы, когда каждая команда деплуется независимо, то есть как бы, да, и вот тут тоже, мне кажется, немножко разные, одно дело, когда у тебя SRE, вот как-то у тебя там было в примере, там, какой-то английской компании, они отдельно так из команды, да, мне понятно, потому что, да, SRE, мы видим все, случилась проблема, я как инженер взял проблему, пошел в конкретную команду, начал ее решать с командой, то есть, я так являюсь, скажем так, инициатором, вот немножко, в том числе решения проблемы, в первую очередь, ну, и в том числе шаринг знаний, вот это все завязано, вот в случае, когда команда независимая, там, мне кажется, тут немножко сложнее может быть, вот как ты думаешь, потому что, ну, если команда независимая, деплоится независимая, ну, безусловно, есть какая-то там абстрактная, там, не знаю, департамент, группа, которая как бы обслуживает все, но по сути они очень поверхностны, потому что, как бы каждая команда сама отвечает за свой какой-то модуль, да, и вот как ты думаешь, как в этом случае может быть, вот осуществляться вот этот вот, ну, такое проникновение, взаимное проникновение, да, команд, там, знаний, не знаю, между собой, когда какая-то проблема, ну, случился инцидент, да, я команда независимая, супер, как бы, может теоретически там затронуть другие, вот ты как думаешь, как здесь, что может быть? Здесь вообще, на самом деле, этот вопрос, он очень хороший, потому что он сталкивается как раз-таки с, ну, так называемым трейд-оффом во всех этих, ну, методологиях, да, agile, скрам, да, вот этой независимости, потому что, ну, опять-таки, если мы возьмем пример большую организацию, то, ну, представим, да, у нас очень много продуктов, которые разрабатываются в разных странах, у нас команды независимые, которые, опять-таки, еще и разделены географически, команды имеют выбор свободный, да, в технологическом стеке, как они это будут решать, как они это будут покрывать, допустим, тем же самым мониторингом, или визибилити у себя на месте, и в итоге это приводит все к тому, что, получается, некий такой зоопарк, да, зоопарк решений, зоопарк подходов, и в какой-то момент теряется некая вот эта такая центральная, центральная видимость, визибилити, если, допустим, нужно собирать информацию, да, о том, что происходит, да, в том числе и в плане operations, или в плане того, куда все идут, то здесь выникают проблемы, то есть, то есть, помимо того, что, да, делает все независимым, мы можем быстрее драйвить фичи, но, с другой стороны, мы начинаем в какой-то момент терять вот это, вот это вот, визибилити, значит, того, что и как происходит в продуктах, которые делают команды, естественно, даже вот в той английской компании, где работал, там при командах, естественно, были люди, но, как правило, это умели все, то есть, они выкатывали свой продукт, выкатывали какой-то скитейджинг, проводили какие-то тесты, то есть, это было локально, но все равно, люди, которые занимаются какой-то такой, ну, своей деятельностью, у них глубокое, несомненно, доменовое знание, именно тех вот, того продукта, того сервиса, который они делают, тех проблем, которые они решают, но возникает как вот эта проблема как раз с тем, как вот эффективно обмениваться информацией, и у нас как раз это вот в компании, в плейтеке тоже, ну, была проблема, мы, слава богу, решили достаточно успешно, но я вижу, как в других организациях, особенно быстрорастущих, ну, проблемы такого же рода появляются вновь и вновь, если мы возьмем, допустим, компания, ну, стартап, да, который растет быстро, который растет очень мощно, то там, как правило, возникают другого рода проблемы, да, помимо технического долга, существует так называемый организационный долг, когда мы, вместо того, чтобы, может быть, про, ну, улучшить какие-то процессы, вместо того, чтобы, ну, пересмотреть, может быть, продумать процессы заново, может быть, автоматизировать что-то, мы закидываем людьми, ну, чтобы решить проблемы вот здесь и сейчас, и этот организационный долг, долг, он, в принципе, терпим, когда компания растет, когда стартап захватывает новые сферы и области, но в какой-то момент это начинает, ну, иметь свою цену, особенно если рост замедляется, и у тебя, ну, ты смотришь на организацию, у тебя, не знаю, процентов 70, это оперейшн, кастомер-суппорт, и так далее, и так далее, когда, допустим, какие-то процессы не автоматизированы, и люди там ручками, глазками смотрят, и что-то поправляют, и в этих, в этого типа организации тоже, ну, как это ни парадоксально, хоть они не совсем, ну, разросшиеся, географически распределенные, у них тоже возникает проблема, вот так называемой визибилити, потому что очень много вещей завязано на какой-то такой мануальный труд, на, ну, на труд, который там связан, который выполняется людьми по своей логике, который, ну, не вписан в общую автоматизацию компании. И здесь, ну, естественно, каждая компания решает по-своему, потому что нету универсального хорошего решения, решения эти какие-то появляются, но они, как правило, опять-таки, зависят от компании, поскольку каждый бизнес развивается эволюционно более-менее, да, и никто там заранее не планирует, что вот через пять лет мы будем так, а через семь лет будет так. Это все такие естественные эволюционные процессы, и компания, ну, таким путем проб и ошибок, находит те моменты, которые работают для нее. Вот это как раз распределение знания, особенно если, ну, софт достаточно серьезный и большой, и системы, которые мы делаем в современном мире, они, как правило, могут иметь очень большие уровни сложности, что, допустим, нету даже человека, который понимает, как, ну, все работает целиком, то есть это каждый видит свою часть, и это вот примерно похоже на то, как слепые ощупывают слона, да, кто-то там ногу понимает, кто-то хобот, и потом это все вместе пытаются свести. Ну, да, да, да. И здесь как раз-таки очень такой момент, это создание проектов, в которых участвуют люди с различных команд, потому что каждый такой проект, он может быть небольшой, он может быть связан там с решением какой-то задачи, там, не знаю, допустим, решить проблему там какого-нибудь фрода, да, и сразу появляются какие-нибудь, допустим, separation аналитики, да, которые там ручками для этого делали, у нас появляются сервисы, и люди, кто там данные собирает, да, в какое-то хранилище, то есть происходит некий обмен вот этот опытом. Здесь хорошее такое выражение, что у компании, у крупного бизнеса всегда есть, в принципе, два варианта, если мы хотим решить какую-то проблему, один вариант, это вот есть решение, да, коммерческое, которое продает команда. Мы покупаем, мы получаем некий сервис, наших людей обучают, вроде все хорошо, мы быстро решили, но здесь это похоже на то же самое, как мы, допустим, арендуем квартиру, пока мы платим деньги, все хорошо, деньги прекратили платить, нам нужно искать новое жилье. Другой подход, это когда компания пытается, не пытается, а решает свою проблему внутри, то есть идет разработка, идет время, здесь, да, здесь идет фактор того, что требуется, может быть, достаточное количество времени, у компании нет времени, там, ждать, или проблема, естественно, серьезно, но в целом этот подход можно сравнить с ипотекой. Мы платим, мы инвестируем что-то, это как инвестиция, причем инвестиция, они столько в решение какой-то проблемы, это основная еще инвестиция в команды, люди, которые решают проблему, разрабатывают, так называемый rebel проект, или все еще дизайн, они в процессе этого начинают получать огромное количество знания, которое связано, ну, с какой-либо новой, да, сферой, если мы потому что интимизируем, допустим, fraud detection, то люди начинают больше, допустим, девелоперы понимать, как работают модели, там, или еще что-то, соответственно, люди с data science начинают понимать лучше, как работает вообще архитектура, да, системы, как вот эти данные собираются, или приходят в то хранилище, которое они обрабатывают, и по факту это дает очень такой большой толчок, не только со стороны знаний, но и толчок со стороны того, что человек может посмотреть на проблемы под другим углом, то есть он начинает видеть ту область, которой он занимается, с дополнительных углов, что как бы опять-таки очень хорошо. еще я что заметил по проектам, которые как раз мы занимаемся такой observability, с сбором информации, предоставлением и анализом того, что происходит в системах, в распределенных системах, я знаю такую вещь, что люди, которые, допустим, работают в каких-то отделах, или там critical incident, а среде неважно, у них, как правило, есть некий вот такой assumption, представление о том, как работает система, потому что мы там три года этим занимаемся, да, у нас нет visibility, но мы как бы вот примерно знаем, как это происходит. И на самом деле нет, потому что это, ну, как и везде в инженерии, как только ты начинаешь что-то измерять, ты понимаешь, что многие твои предпосылки или assumptions, они немножко, или намного, имеют такой как бы bias. Ну да. И здесь такой момент, что начинают всплывать новые особенности. Чем больше вот эта степень визибилити получается, чем более новых особенностей люди начинают видеть, и вот это вот очень интересно, да, когда то, что мы считали, вот, что вот оно работает так в течение трех лет, выясняется, что все-таки нет, все-таки есть некоторое оно. Поэтому, если вот в компаниях нет такой критичности, что вот нам нужно решить проблему здесь и сейчас, нам нужно купить, вот давайте возьмем готовый коммерческий сервис, будем платить, если нет, это не такой тайм-критикл, да, то всегда лучше попробовать решать эту проблему внутри. Причем попробовать решать не начинать запретать велосипеды, а, ну, какое-то время посмотреть, что сделало об этой области в других компаниях. Потому что, как правило, ну, есть некий такой набор проблем, которые сталкивается практически каждая компания, и если не решают ее внутри себя, то, в принципе, компании начинают решать одного рода проблемы, и, как правило, приходят к одним и тем же выводам, если проект как бы не запокапывается. Вот здесь очень хорошо, да, как раз тоже в плане систем по автоматическому анализу метрик, то есть, вот буквально сейчас открываются там новые инженерные посты, вот у Дитлава месяц назад, Uber Engineering, коммерческие решения, мы, в принципе, все пришли к одному и тому же, то есть, это как бы, ну, такая вот, ну, если есть какие-то оптимальные решения для чего-то, то, в принципе, инженеры, их рано или поздно приходят к ним через какое-то количество граблей. Ну, да, это понятно, сейчас еще как бы хорошо, что тут всякие конференции, полно конференций, и люди, ну, и компании, в первую очередь, стали довольно-таки открыты вот с этой точки зрения, да, там, не знаю, Dropbox, Uber, все там ходят, рассказывают о своих, безусловно, они могут быть несколько, ну, специфичны в плане контекста каждой компании свой, но, тем не менее, как ты верно заметил, вот эти всякие общие предпосылки и какие-то, ну, вектор движения, куда, да, он может быть очень полезен. Слушай, а расскажи, вот, знаешь, как бы, как у вас все это становилось, то есть, я понимаю, что не сразу же в компании, ну, вот, раз и с нуля, как бы, все стали делиться, стали появляться вот эти команды, кросс, кросс, такие команды, вот, как ты, так сказать, являешься таким человеком, да, которые собирали, очевидно, что изначально, ну, вначале, наверное, и проблем таких не было, понятное дело, когда было меньше, так сказать, команд, меньше проектов и всего такого, но вот, когда эти проблемы стали появляться, скажи, как вот интересно удалось выстроить, не знаю, вырастить, как правильно сказать, наверное, вот этот подход, что и команды, ну, потому что, С одной стороны, я понимаю, что команды могут быть, допустим, такие настолько, не знаю, фокус-ориентед на своем продукте, что им, может быть, это не очень интересно, но и разные какие-то могут быть внутри компании политические вещи, всякое бывает. Вот расскажи, как у вас это становилось, что в итоге вы пришли к тому, что действительно появляются такие команды, они, я так понимаю, появляются довольно органично, то есть это не то, что человек приходит под долом пистолета, так, ты, значит, все, завтра в кросс-тиме, и человек говорит, о, нет-нет, только не убивайте, не берите мою жену в заложники, что-то такое, да? А это естественно, и есть люди, которые, да, я круто, я готов, прям мне классно, хочу посмотреть. Вот расскажи, как эта культура становилась. Ну да, это не происходит так, что менеджер рассылает всем, вот список провольцев. Да, да, да. Во-первых, если, ну, такое, если понимание вот этого всего, оно начинает приходить, когда компания начинает расти, и получается, что с этим ростом необходимо, грубо говоря, разбивать, ну, и сами команды, и саму разработку. Почему, да? Я вот так называемый вот этот конвей лоу, когда организация производит продукт, похожий на коммуникационные паттерны или организацию команд, ну, в компании. Это, в принципе, шло точно так же, когда требования бизнеса и, допустим, рост бизнеса ведет к тому, что какие-то компоненты системы или продукта начинают расти быстрее, или к ним начинают, ну, требования к ним начинают быть более, допустим, отличаться от общего. Да, и возникает, грубо говоря, такие, такого плана задачи, что мы там декуплим что-то одно, другое, что-то мы начинаем уже отдавать в другие команды. И это вот такой первый этап такого роста, ну, именно в том плане, как с каким-то ограниченным количеством ресурсов мы можем делать больше. Поэтому то, где надо делать больше, оно как-то естественным образом начинает отделяться, где нужно более быстрый оборот, быструю реакцию, где-то, наоборот, нужно более стабильный, то есть это происходит более-менее естественно. И в процессе вот таких вещей у компании опять-таки появляется опыт, понимание того, как лучше следует, допустим, выстраивать новые команды и новые процессы, как сделать вот это перенос знания из более большой структуры, какие-то более маленькие команды. И опять-таки, если говорить о каких-то вот таких экспериментальных проектах, то они начинаются с каких-то таких небольших, то есть изначально, да, давайте попробуем это, давайте попробуем это, и это сработало, это сработало, это не сработало, но зато у всех появилось знание, что туда идти не стоит, а если и стоит, то вот лучше тогда вот туда не заходить, туда вот этого избегать. И, ну, вот в процессе этого как-то понимается, да, ну, происходит понимание внутри организации. И здесь я опять-таки хочу сказать, что в момент вот таких преобразований всегда достаточно хорошо видно, да, то есть какие-то люди, которые на себя не боятся брать ответственность, люди более активные, люди более, которые более стремятся залезть в какие-то смежные сферы, они, соответственно, тоже органически, естественно, ну, всплывают в команде, как, допустим, более какие-то такие, ну, это может быть и тим-лид, это может быть какой-нибудь и тех-лид, между ними, да, и стратится, и, ну, лучше все-таки их не смешивать. И, соответственно, вот у этих людей, которые имеют визибилити, да, в своей команде, в своем бизнес-процессе, им уже органически легко наладить контакт с другого, ну, с такого же типа людей, с других команд, и, соответственно, уже что-то делать быстро и пробовать идти вперед. Я вот как раз сказал, что есть разница между тим-лидом и тех-лидом, да, это вот то же самое, как такой вопрос VP of Engineering versus CTO. Здесь есть такой момент, что если мы говорим о тим-лиде, то задача тим-лида, да, сделать, значит, чтобы людям в его команде было комфортно, чтобы они, ну, получали или работали в той сфере по такому ритму, к какому вот подходит им, который им удобен, который, ну, заставляет человек чувствовать себя комфортно в команде, да, и всем комфортно, всем хорошо. И тех-лид, напротив, это человек, который менторит людей, ну, в плане, допустим, в инженерной, да, то есть это технические обсуждения, это человек, который помог, ну, если, ну, саппортится с технической стороны, он помогает, может, решать какие-то проблемы, он менторит новых людей, да, это вот технические обсуждения. И эти роли, ну, не очень хорошо смешивать, потому что они немножко разные, и когда человек пытается быть и тем, и тем, то, как правило, либо у него не хватает на все времени, либо он что-то делает не очень хорошо. Чем ли это более такой человек, который дивидирует и который, грубо говоря, коммуницирует, ну, в плане бизнеса уже с уровнем повыше. И, как правило, вот очень интересно, что, естественно, да, когда мы говорим о здоровой компании, с культурой, то на эти места люди попадают сами. Это не так, что вот пришел, ну, грубо говоря, какой-то человек, Вася, и ему сказали, вот ты теперь технид, темнид в этой команде. То есть это все вырастает органически, просто иначе тогда не будет, опять-таки, в команде хорошего климата, да, потому что, в принципе, люди, которым комфортно, допустим, быть в роли, допустим, тех лида, да, у которых есть стремление, там, к sharing the knowledge, ну, помогать другим инженерам, то, в принципе, они как бы органически тоже оказываются на своих местах. И, соответственно, в организации какие-то меж, вот такие команды, которые собираются из различных команд, они просто состоят из людей, которые вот, или уже на каких-то этих должностях, или из людей, которые уже достаточно близки к ним. То есть, опять-таки, естественно. Ну, да, мне тоже, честно говоря, кажется странным появление там тим-лида, тех-лида извне, то есть, как бы, ну, одно дело там сеньор-девелопер, окей, но все равно сеньор-девелопер это как бы вполне конкретная роль, конкретная, то есть, там, а вот именно лид, как бы, да, слово там, неважно, тим-тех, неважно, но это человек все-таки, который как минимум должен немножко вырасти снизу, ну, в моем представлении, он должен побыть в команде, потому что, ну, ты, во-первых, там должен быть экспертом, и какое-то твое мнение должно что-то значить, не просто потому, что тебя привели, сказали, вот, Вася, он суперкрут, значит, его мнению верить. Ну, программисты обычно так не работают, да, им, они не верят на слово, они верят подтвержденным каким-то фактом, действием, а это можно добиться только находясь в самой команде, да. Я понял, то есть, как бы, идея в том, что вот именно такие люди, ну, скажем так, более инициативные, что ли, да, наверное, потому что в любом случае, если ты там дошел до, там, тим-лида, либо тех-лида, это ты проведил какую-то инициативу, все время пытался чуть-чуть больше, чуть-чуть больше коммуникаций, да, чуть-чуть больше брать ответственности, и, наверное, да, здорово, что им немножко проще вот потом пойти вот в эти кросс-команды, да. Вот, слушай, а что является вот результатом вот, скажем то, этого такого внутреннего проекта, стартапа вот этой кросс-команды? То есть, есть проблема какая-то, да, вот мы пришли, там, не знаю, из трех-пяти разных команд люди, одни там, у одних там вообще один стек, другие – это там чистые сырешники, которые только девопс, там, что-нибудь такое, третьи – это, там, не знаю, базисты, которые только там всю жизнь хранимки писали, ну, просто они каким-то чудом в контексте этой проблемы имеют смысл, да, имеют какое-то значение. Вот вы начинаете обсуждать, как ты сказал, да, такое болото, ходить, значит, туда-то прощупывать, там прощупывать. Вот что является результатом? Да, вы что-то попробовали, что-то получилось, что-то нет, но вот немножко раскрой, как бы, как бы, что является выходом коннекста, мы получили какие-то знания, ну, знания однозначно, с этим вопросом нет, но мне имеется в виду интересно узнать ближе-ближе, как бы, к бизнесу, к решению этой проблемы, то есть мы поняли, в чем проблема, ее можно решить таким-то способом, дальше какая команда там будет это решать, на каком там технологии, какие будут приняты решения, да, вот как эффект этой команды. У меня вот очень хороший пример, это вот тот проект, который я сделал и который сейчас уже тянет меня за собой, вот это того, мы переписали движок на open source, и это как-то вот все завертелось. Это, ну, началось все два года назад, два года этого месяца. Я расскажу некий бэкграунд, что, окей, у нас разные команды, географически распределенные, очень много продуктов, и из-за этого у нас, ну, отсутствовал такой central visibility, да, по operations, поскольку у нас порядка 70 датастроенов по всему миру, на которых это все крутится, соответственно, ну, внутренности продукта знают команды, которых разрабатывают, и команды, которые на central operations, им было очень трудно и очень, ну, часто неочевидно, да, что происходит, инцидент или нет, и, соответственно, да, у каждого продукта есть какой-то свой мониторинг, может быть, какие-то метрики, еще что-то, но как в целом не было центральной visibility, да, огромный был customer detection вот инцидентов, да, когда у тебя не ты понимаешь, что у тебя что-то не то, а понимают твои клиенты, и если мы говорим, да, вообще об инцидентах, то они имеют достаточно такую стоимость, и в крупных компаниях они могут, ну, час, допустим, какого-то аутэджа может стоить там 100, 300, 400 тысяч долларов, и вот мне недавно исследование просмотрел, да, там основная приходится как раз от 100 до 400, некоторые инциденты могут стоить несколько миллионов, вот как раз недавний пример есть, у нас здесь в Эстонии был, и, ну, это достаточно кослее, но помимо финансовых потерь, есть еще такой понимание, как credibility, да, когда у тебя систему, ну, ломается, и о твоих поломках узнают клиенты, то, как бы, ну, ты немножко теряешь доверие, да. Ну, безусловно, безусловно. Это достаточно сильный импакт, плюс, опять-таки, есть еще третье, то, как чувствуют себя те инженеры, которые вот занимаются решением прежних проблем, когда у тебя нет видебилет, ты не понимаешь, соответственно, у тебя очень много, во-первых, либо мануальной работы, да, там, либо у тебя слишком много панических атак, что происходит, и, ну, некие шаги в компании были сделаны к тому, чтобы это central visibility получить. Был куплен за какую-то цену, ну, за цену маленького самолета интерпразный продукт от Хиллит Паккард, он назывался Service Health Analyzer. Маркетинговый конспект, ну, просто замечательный, это там машин-лернинг, система учит сама behavior, просто вот, ну, все идеально. По факту, это была система, которая не работала, огромное количество false positive, черный ящик, невозможно настроить, непонятно, как работает, в общем, ну, она давала больше вреда, чем польза, особенно на operations, самая большая проблема – это не получить алерт, а самая большая проблема – это вот этот алерт, когда слишком много, это вот как вот мальчик и волк, да, мальчик кричит «волк, волк, волк», приходит, волка нету, и через какой-то момент, когда приходит волк, уже никто не верит. И у нас была такая проблема. Мы, ну, компания уже начала собирать вот эти метки операционные, именно бизнес, мы говорим, да, какие-то, допустим, логины, сайнапы, еще что-то, ну, со всех дата-центров, ну, в некое центральное хранилище, чтобы это было видеть. Ну, опять-таки, поскольку объемы большие, то очень много, ну, потихонечку вот это превращалось, грубо говоря, в мануальное наблюдение за дашбордами, да. Дашборды, когда много метрик, они начинают быть похожи на спагетти. То есть, в принципе, это тоже такая, ну, нестабильная вещь, и, ну, как такового, вот мониторинг по таким KPI-метрикам, он, ну, его не было. Почему еще как раз мы говорим о мониторинге? Если мы, ну, мониторинга есть, мы можем говорить о таких, ну, нескольких подвидах. Есть лолевый мониторинг, да, это вот сеть, CPU, там, диск и так далее. Но сейчас мы живем, ну, так называемой смене парадигмы, когда, ну, если раньше мы запускали наши системы на железе, да, физическом, у нас был лампстек, там, и, в принципе, все, что мы должны были смотреть, это там какие-то не такие базовые параметры этого железа. То сейчас, напротив, система наша более эфемерная, да, мы можем запускать их в клауде, и тот самый клауд или кубернетес, если мы говорим, или какими-нибудь системами, они контейнерами, они на самом деле абстрагируют от нас железо, да. Мы уже можем не думать о таковом железе, потому что есть некая API, есть некоторые фреймворки, которые нам, ну, нас не дают нам более, как бы, ну, не мешают нам заниматься, ну, мешают нам, дают нам заниматься именно бизнес-процессами, поэтому и метрики, как таковые, должны быть, собираться именно то, что отражает непосредственно бизнес-процессы, бизнес-логику. Ну, как бы, да, понятно, что всякие контейнеры, они там, условно говоря, автоскилинги и прочее, немножко, скажем так, роль именно конкретного железа снижается, потому что все эти штуки позволяют тебе там очень быстро поднять соседний инстинк, все что-то, и, как бы, действительно больше уходит акцент в сторону бизнеса. Фокус-метрик, да. Плюс, опять-таки, я немножко, ну, делал ресерч перед вообще постановкой проблемы, и вот есть у нас такая компания замечательная, Etsy, Systemd, автор, то есть не Systemd, а Stasd, и у них был проект Kale, который, ну, как бы, зафейлился, но у него очень хорошие выводы, да, и вот эти инженеры тоже эти выводы очень хорошо озвучивали. Что они делали? У них порядка двух, ну, кто такие Etsy? Это крупный маркетплейс для товаров, ну, рукоделия, да, хендемейт, и у них порядка, ну, они собирали метрики своих продакшн-серверов, у них было их порядка 200 тысяч, и они пытались, ну, с помощью различных алгоритмов, ну, сделать, предвидеть, что аутричный инцидент, они зафейлились, почему? Потому что они, в принципе, собирали просто, ну, метрики такие, low-level, и пытались искать на них аутлайеров, но если у тебя 200 тысяч метрик, то ты будешь с каждым типом иметь каких-то аутлайеров, то есть у них сейчас велось в борьбе с false positive, ну, и в конце концов этот проект закрыли, и у них вот очень хорошие выводы, что, ну, что алерты и инциденты – это немножко больше, чем аутлайер-детекшн, и один из выводов у них был, что надо фокусироваться именно на вот бизнес-метриках, то, что релевантно бизнесу. Опять-таки, если возьмем какой-то такой серьезной системы, да, ну, то же самое, не знаю, там, райд-шеринг типа Uber, у них очень много всяких шерпатий интеграции, пейменты, какие-нибудь, может быть, регуляторы, там, идентики, провайдеры, в каждой стороне свои. И ты не всегда контролируешь и можешь понять, хорошо ли что-то на той стороне. И мониторинг, как таковой, там сделать очень сложно, потому что это blackbox, и, допустим, для пейментов, ну что, ты будешь копеечку просто гонять. Некоторые гоняют, чтобы проверить, насколько они, насколько они, как бы, адекватны, но это такого общего типа проблема. И у нас было то же самое, и мы собирали уже данные, у нас был некий central storage, и мы решили, что, а давайте-ка мы сделаем самую систему, которая будет на машинном обучении, как часто это машинное обучение, никто не знает, как им пользоваться, но мы можем сделать. Почему? Потому что, если мы возьмем такого плана метрики, да, который связан с любой экономической активностью людей, то они имеют очень сильную сезонность, да, то есть неважно, это может быть покупка молока в магазинах, это количество поездок, количество переводов, потому что, ну, днем у нас активность, а ночью мы спим. И эти метрики имеют очень хорошую вот эту сезонность. И это нужно использовать, да, чтобы сделать какой-то prediction на то, какие показания должны быть у нас в какой-то момент. И, в принципе, это вот как раз начало проекта, которым я начал заниматься. Здесь еще тот интересный момент, что всегда в организации есть как бы две стороны. Одни, которые заинтересованы, которые поддерживают что-то либо такое, и другие консерваторы, которые говорят, что, ну, буквально вот слова, да, как ты можешь побить инженеров из Хеллит Пахарта, у них же там вот это сервис халсаналайзер, целая группа, как ты сможешь с ними конкурировать. Ты же понимаешь, что это ресурсы компания, это не твой pet project, ну, и так далее, и так далее. То есть я достаточно там немножко боролся, но, в принципе, опять-таки, по мере продвижения проекта все больше и больше людей видели, что, окей, это начинает работать. Переходили на светлую сторону. Да, да. И еще было сложно, поскольку я был тогда четыре месяца в компании, то есть я такой, ну, новый человек, ниоткуда пришел, и скажу, что я вообще здесь все переделаю. Ну, и обычно, как бы, все в своей жизни видели людей, которые, что они все переделают. Ну, да. И, в общем, это все выразилось в то, что за полгода была написана система на Python, да, то есть я ее писал с нуля, и через девять месяцев мы ее выкатили в продакшн. И вот все, это заработало, то есть у нас, поскольку это имело очень огромную эффективность, мы, соответственно, другие команды, другие темы начали к нам подключаться, и сейчас мы, то есть у нас мониторинг по всему миру покрыт вот с площадью системы. Система сама как раз, грубо говоря, ну, собирает статистические поведения метрик, строит модели. Опять-таки у нас очень интересно, что поскольку, ну, реальные данные не меняются, у тебя все равно происходят какие-то изменения, и у нас есть оптимизация этих моделей, да, то есть мы можем оптимизировать, минимизировать расстояние между реальными данными и моделями, то есть, в принципе, достаточно много автоматизировано. Как результат, у нас вот есть график как раз, я сам его увидел только прошлой весной, когда, ну, магистр, ну, супервайзил магистрскую, и это открытые данные. Так вот, если у нас Customer Detection до вообще введения вот этого центральность был порядка 70%, 10-15% change и все остальное, это вот, ну, мониторинг там был 25, может быть, 30%, то сейчас у нас Customer Detection упал 3-4%. Мониторинг у нас детектит порядка 85-80% вообще всех инцидентов. И качество и скорость обнаружения выросли в разы. И вот это вот как-то все завертелось, потому что об этой системе, ну, мы начали говорить в Community, да, Time Series, Influx, и как-то вот это все начало уже заводиться-заводиться, и появилось лучшее, опять-таки, понимание, как строить такого плана системы, какие могут быть сложности, и вот мы уже пришли к тому, что мы переписали движок для Open Source, и вот буквально, не знаю, в ближайшем месяце будем его уже выкладывать, выкатывать. Вот, это прикольно. Расскажи, ну, ты начал, что ты начал делать Система 1, да, а вот именно в контексте, вот то есть, как ты вот подключал какие-то команды, да, то есть, ты вот, проблема понята, но ты там пошел в одну команду, ребята, вот у вас проблема, ну, вот расскажи, как ты, как этот процесс проходил. Да, то есть, низко команд представителей, да, одни, допустим, это SRE, да, Operation, кто занимается критиками инцидентами, люди, допустим, с мониторинга, и, ну, рассказывает, что вот у нас такое вот положение дел, и нам не нравится это, это и это. И это как раз были те люди, которые заинтересованы были. Опять-таки, ты не можешь, ну, разработка – это не то, что ты сидишь, что-то солнечный гений в углу полгода что-то пишешь, и выходишь, и на тарелочке говоришь, вот, написал. Очень огромную роль играет фидбэк любой, неважно, ты стартап, который валидирует, да, какой-то бизнес-модель, или ты пишешь какую-то систему, которая решает внутреннюю проблему, теперь нужен фидбэк. И здесь очень большой именно саппорт, несмотря на то, что, как бы, я все еще разрабатывал один, очень большой и хороший фидбэк я получал от людей, кто вот, ну, SRE-команд, да, Operations. Понятно, что система вначале не работала, ну, не было, так как бы, все сразу не заработало, были свои баги, но мне очень вот именно понравилось, как люди приходили, и вот мне очень подробно говорили, вот что-то здесь так, здесь, здесь, и это сработало, потому что чем больше фидбэка, чем, как бы, мы, ну, мы вот проходим эти циклы, да, сделал, получил, исправил, сделал, получил, исправил, то мы, в принципе, выкатили, ну, очень быстро пришли к тому, что у нас получилось решение, которое работает. И помимо того, что, ну, опять-таки, естественно, это начинает расти, потому что, окей, разные команды, продукты видят, что это работает, что они могут, ну, информация о том, что у них что-то не так, приходит в центральную вот этот сырье команду, и с ними могут связаться, с ними могут быстро объяснить, начали подключаться другие команды, продавать свои данные, там, открывать свои какие-то API для этого. Соответственно, начался рост вот этих реквайернс к этой системе. Соответственно, потребовались новые, ну, как бы, новые инженеры, которые будут заниматься уже разработкой. Соответственно, ты приходишь к моменту, когда тебе ownership нужно передавать, ну, попустим, мониторинг команду. То есть, это вот как-то все так естественно и естественно, и в какой-то момент получается, что этот проект уже работает, он достаточно, ну, критичный и уже тянет тебя за собой. То есть, это вот как раз такого плана моменты, они достаточно, ну, интересно, да, вот как вот работает именно в организации, да, и как это вот начинает уже само по себе себя, тебя тянуть. Понятно, понятно. Слушай, ну, клево. А что, расскажи еще, вот, ты там уже несколько раз упоминал, что там хотите заопенсорсить, вот, немножко расскажи про эту тему, то есть, как бы, причины, идеи, ну, как бы, ожидания от публикации в опенсорсе, да? Во-первых, ну, изначально система написана на Пайтоне, и, ну, Пайтон, да, как говорят, там, лучший второй язык, но, да, лучший, но в системе сейчас порядка, допустим, 60 тысяч строчек кода, но если бы она была написана, допустим, на Java, то размеры было бы, наверное, 6-8 раз больше. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, это Пайтон, огромное количество библиотек, допустим, мне нужно оптимизировать мои таймсериз-данные, ну, к моделям, вернее, модели к таймсериз-данным. Мне не надо, ну, всю эту математику имплементировать. Я знаю, что я хочу сделать, я делаю, ну, импортирую, грубо говоря, SkyLearn, пишу там лосс-функцию, да, и у меня это все выходит в 40 строчек. То есть на Java более, допустим, вербозная. Ну, да-да-да-да. То есть это все выглядело бы совсем по-другому. Соответственно, ну, 50 тысяч строк кода это достаточно, в принципе, такой более-менее, ну, уже не маленький проект, но, опять-таки, Пайтон позволяет это все очень хорошо держать под контролем и получать очень хорошие результаты. Но у Пайтона есть как бы свои недостатки. Первый – это в том, ну, один из таких – это глобальный вот этот лог-интерпретатора, который тебе не позволяет делать, ну, настоящую, да, мультипоточность и, опять-таки, блокирующие исполнение. Ты можешь, да, запихнуть это все в асинг, но это немножко тоже делается, ну, немножко усложняет. И это один момент, да, который мы говорим практически технически, что если переписать на более, да, такой язык, то мы можем добиться на том же железе, там, 15-20 раз, ну, прирост по скорости. Опять-таки, если мы оперируем на скеле, если нам нужно прожевывать там тысячи и тысячи метрик, то это играет роль. Другой же момент, что когда ты делаешь любой новый проект, ты у тебя есть некие, опять-таки, assumptions, которые ты закладываешь, да, что, скорее всего, у нас будет такой объем, или, ну, сделаем такую-то структуру данных для этого. Но потом он начинает расти, появляются новые юзкейсы, которые ты даже и не предполагал, что… Ну, как обычно, да, да. Да, и они работают, ты можешь интеллировать систему, но ты начинаешь лучше понимать, как бы ты это сделал более вот такого в общем виде, да, дженера изначально. И это как-то вот все зрело, что, окей, мы можем делать лучше, мы можем делать быстрее, мы можем делать более универсальное. И второй был момент в том, что, как я уже говорил, многие компании решают одно и то же. Даже вот здесь у нас в Эстонии, да, несколько компаний, они сталкиваются с такого же типа проблемами. У них то же самое, тот же самая проблема, те же самые там, допустим, метрики. Кто-то решает там, пробу, что-то у себя внутри, кто-то покупает коммерческие продукты, есть коммерческие продукты, но они опять-таки стоят как маленький самолет и черный ящик для команд. И опять-таки мы имели достаточно хороший саппорт из комьюнити, да, кто занимается там серия с данными, там, и очень много информации про то, что происходит в мире, вот это Industry 4.0, что мы, в принципе, решили, что окей, сейчас есть хорошие системы для, допустим, хранения там серия с данными, да, там инфлюкс, таймскелл, очень много. Есть хорошие средства для визуализации, та же графана. Ну, да, да, да. Да, нет такого open-source движка, который бы позволил не просто какие-то статические вещи, там, трэш-холл делать, а движок, который бы создавал бы такие статистические модели, которые причем еще оптимизировал методами машинного обучения, и это было бы как бы proven successful. То есть оно работает, оно дает очень хороший, ну, хороший benefit, и, опять-таки, этот подход агностистичен к данным. Неважно, откуда и что-то записываешь, ты, в принципе, можешь это обрабатывать, потому что у нас даже есть кейс, сейчас с интернетом вещей, мы собираем информацию с сенсоров, все остальное примерно выглядит так же. И как-то, да, вот это, опять-таки, все завертелось, и потихоньку уже сам этот проект начинает тянуть тебя уже за собой тоже. Поэтому, как бы, это так, как-то, опять-таки, органически все получается. Да, но, Май, то, что там, как бы, ты написал первую версию, да, возникли какие-то сложности, которые, там, ну, как обычно, невозможно было заранее предвидеть, да. Все мы понимаем, что, как бы, там, первая версия, скорее всего, ее надо выбросить и переделать, просто потому что в реальном, в продакшене появляются кейсы, которые, ну, скорее всего, невозможно было заложить на самых ранних этапах, и архитектура меняется, да, можно все это поменять. Но вот все равно я как-то до конца пока не понял, почему же вы решили выбрать Java, в принципе, потому что она, там, более, так сказать, многословна, все мы это знаем, да. Много библиотек, там, готовых на Пайтоне. Ну, я услышал про GIL, да, Global Integrator Log, там, еще что-то, но все же, вот, почему Java, почему не что-нибудь еще, да. Тут мы, опять-таки, знаешь, может быть, немножко возвращаемся вот к самому, к самому нашему, там, началу нашей беседы, да, про то, что надо выбирать, там, технологии, которые, там, поддерживаемые, обслуживаемые и так далее. Вот, давай немножко вот про это расскажи. Есть еще такой момент, что даже переписывание, ну, переписывание не только потому, что, окей, там, первая версия немножко, ну, неправильное решение было, нет, у нас вот эта версия, которая на Пайтоне, очень хорошие решения были выбраны, она легко расширяется, но это как скальпель, то есть это сделан скальпель, который заточен по конкретно под компанию, под какие-то, то есть специфические, то есть это скальпель, он не универсальный. То есть сейчас мы пытаемся сделать, конечно, не швейцарский ножик, который одинаково плох во всем, но мы как бы уже, систему, которая будет не специфически настроена под конкретные, вот, допустим, кейсы, под конкретные решения, а то, что ты можешь уже более свободно конфигурировать под разные подходы. И тут, да, тут возник как бы выбор, ну, на чем это имплементировать, если мы хотим побыстрее, если мы хотим что-то улучшить. Опять-таки здесь стоит вопрос, что, если мы начнем это писать, это будет open source, то, соответственно, это должно быть как-то понятно инженерам, которые, допустим, ну, вот сейчас будут пробовать в других компаниях вот этот стек, и тут возникает как раз эта проблема того, ну, так называемого лингва франка, да, что окей, гоу, хорош, быстро, но все-таки, опять-таки, у нас есть местные особенности, мы живем в Эстонии, у нас, ну, мы маленькие, мы очень маленькие, и, то есть, найти гоу разработчиков здесь, ну, достаточно тяжело, очень тяжело даже, я сказал бы. Соответственно, другие, вот, и такого плана стеки, как бы немножко вот сталкиваешься, ну, с этой проблемой. Брать достаточно широко распространенный JavaScript, ну, нет, потому что все-таки нужен язык такой статический, который, ну, здесь есть такой момент, что динамические языки, они очень хорошо подходят для прототипирования, да, мы можем что-то попробовать, решить, ну, когда у нас уже стабилизировались вот requirements, мы понимаем, что и как работает, то статические языки, они более подходят для такого long-term, да, где мы можем, где у нас есть гарантии, что это будет, ну, не сломается впроте, потому что с Python проблема в том, ну, можно использовать тайп-аннотации, но все равно, основная проблема в том, что ты всегда можешь получить, ну, на проде или вот в рантайме что-то, что тебя поломает, и статические, статическая активизация, она, как бы, часть проблем, ну, убирает. Ну, безусловно, безусловно. У Java очень хорошая экосистема в том плане, что новые версии позволяют делать тоже достаточно такой элегантный код. Да, если мы, вот, говорим, там, GDK11, реактивные интерфейсы, то, ну, часть кода, вот, Java, выглядит как Haskell, то есть у нас такого же плана, да, у нас там есть какой-то лист, мы его там разбиваем, сделаем запросы, как только запросы приходят, мы снова там рекурсивно себя вызываем, ну, то есть у нас, грубо говоря, идет такой графовый бредсетч, но выглядит это все очень достаточно элегантно, да, то есть у нас списочек, и мы вот рекурсивно это все устраиваем. Технология, ну, Java достаточно быстро сейчас, да, вот и just-in-time компиляция, а реактивный подход, в принципе, ну, подняли нам скорость порядка 15-20 раз просто вот на одном там же железе. Если для, ну, чтобы нагрузить, допустим, базу, ну, у меня было, допустим, инструментов 10 того же Python, да, то сейчас один инструмент реактивный Java нагружает базу, ну, как бы практически до полной нагрузки, то есть эффективность вот этой связки, да, какой-то вот сервис, который работает с хранилищем одним, она практически, КПД очень большой, соответственно, это очень удобно скалировать, да, когда мы можем, если нужно прожевать больше данных, мы можем просто выставлять больше таких связочек. И, ну, Java, ну, ее многие ругают, многие, ну, у нее есть проблемы свои, но в целом это хороший язык, где ты можешь достаточно, ну, легче найти инженеров, где ты можешь студентов более проще ввести в проект. И, ну, это вот было вот поэтому как-то так выбрано. Я тебя понял. Ну, как обычно, в общем, знаешь, как бы пиши на том, на чем есть еще и ресурсы у тебя, кому же это все-то придется писать, да, это, в принципе, по-моему, такой самый-самый естественный вариант. Слушай, а расскажи еще, вот знаешь, какую-то тему мы немножко не затронули, но мне кажется, тоже она довольно-таки интересная и достойная обсуждения. Это вот возвращаясь к тому, что, да, окей, мы там, значит, команды какие-то поизучали, проблемы, шаринг знаний, вот интересно, как у вас устроено вопрос внедрения каких-то новых технологий. Ну, вот, допустим, да, потому что есть команды, да, проекты живут, написаны на чем-то, там оно превращается с каждой секундой в легосе какое-то там разной степени, так сказать, протухание, да, но в какой-то момент все равно мы понимаем, что есть какие-то новые технологии, которые способны решить более эффективно наши проблемы там по соотношению там бизнеса на качество и так далее, и так далее, да. Ну, во многих компаниях есть такая штука, как техрадар, да, если у вас что-то такое есть, тоже интересно послушать, как это у вас происходит, вот, но независимо от этого вопрос в том, что, да, вот какая-то появляется новая технология, которая в какой-то момент появляется понимание, что она может быть интересной, ее стоит применять, да. Вот расскажи, были ли у вас такие случаи, как у вас устроен вот этот процесс внедрения новых технологий? Есть несколько вариантов, которые может произойти, или, допустим, есть команда, которая решает какой-то бизнес-таск, и происходит обсуждение, то есть это, опять-таки, не происходит так, что вот тем лиц сказал, или тех, что, о, давайте возьмем, не знаю, АКУ, и там на ней будет писать. Ну да-да-да. Нет, это происходит, что, окей, у нас есть, вот, грубо говоря, там, ну, опять-таки, мы хотим как-то потоково обрабатывать данные, и вот, ну, давайте подумаем, как бы, как нам будет удобнее, может быть, новый фреймворк, и, в принципе, то есть, ну, эта свобода есть, и я знаю несколько команд, которые вот таким образом адаптируют новые фреймворки, в том числе на Jive, то есть мы не просто, да, берем Spring Boot и уже, да, ну, и уже по знакомому пути все идем, то есть таким образом у нас вот и Микронавт там внедряется, это, ну, то есть команды пробуют. Как другой вариант есть, когда какой-то человек, который, ну, у которого есть какой-то, ну, авторитет внутри команды, опять, который вырос там, который говорит, что, ребята, вот смотрите, мы здесь тратим много времени, там, допустим, с фронтендом старым, да, вот у нас, ну, не очень хорошо, давайте, ну, попробуем, допустим, вью, да, перейдем, ну, и объяснять, почему, потому что можно какие-то компоненты унифицировать, нам не надо там дублировать код, и нам будет легче понятнее его поддерживать. И, ну, такой вариант тоже работает, и есть, как бы, соответственно, успешные примеры. Более того, у нас есть, да, в компании, вот, ну, как на техрадар, но у нас есть некие такие обсуждения на широкую, ну, внутри компании, на широкого круга, да, различных технологий или различных подходов, которые другие команды испытали, который был успешен, и, соответственно, те, кто прослушает, они не могут просто подумать о применении вот этого подхода или этой технологии к решению, как бы, вот, своих проблем. Ну, это, кстати, был, да, логичный следующий вопрос, когда, вот, знаешь, когда много команд, и действительно, ну, у всех так или иначе есть какие-то дотипные задачи, там, не знаю, логирование банальное, там, авторизация, ну, какие-то наборы, там, компонентов такие, и, в принципе, есть команды, которые, безусловно, все уже там сломали дров и уже пришли к чему-то понятному, удобному. И вот тоже хороший, интересный вопрос, как поделиться этим с другими командами, да, и тут много вопросов, и, во-первых, там могут же быть разные стеки, тогда это, в принципе, неприменимо, да. Если стеки более-менее похожи, то применимо, но как донести эту информацию до всех, да, чтобы, как бы, вот там мы с Максом, опять-таки, возвращаясь, Максу привет, много мы с ним это обсуждали, тему, когда, да, ты знаешь, в некоторых компаниях, например, проходят некие такие внутренние, ну, там, хакатоны, митинги, я не знаю, мини-конференции внутренние, да, как раз-таки с целью, вот, что ребята, у которых что-то получилось, они готовы, хотят поделиться, смотрите, вот мы сделали логирование, вот оно супергибкое, универсальное, может подойти кому-то еще, мы готовы про них рассказать, вот, как у вас это происходит, какая-то активность? Примерно так же, да, нет универсального метода, я думаю, если кто-то нашел бы универсальный способ, как вот это донести знание и чтобы это всем дошло, то все, там, сразу, ну, миллиардером выставить, да, это все индивидуально, но примеры по той же схеме, да, то есть устраиваются какие-то воркшопы, устраиваются вот эти сессии, да, которые, ну, к которым может подключиться любой человек с разных стран, ну, делать некие анонсменты, то есть, вот у нас там есть, ну, будем говорить, допустим, про Vue, да, и с примерами там переходов, и люди, кто занимается в различных командах, продуктах фронт-эндом, они, то есть, соответственно, им интересно послушать, и они могут посмотреть, какого плана проблемы были у людей, какого плана проблемы были решены, с какого плана граблями пришлось столкнуться, поэтому, да, это как бы работает, ну, примерно так же, просто каждый, ну, чем больше разных способов вот этого донесения знания, тем лучше, потому что, опять-таки, люди разные, кому-то удобнее что-то посмотреть на месте, в воркшопе потыкать, кому-то нормально просто послушать, что говорят, третье, кто-то сам прочитает документацию, прочитает книжку, и это тоже придется инициативой, то есть все это по-разному, то есть, поэтому, наверное, да, оптимальнее это вот делать, как можно, ну, ну, оставаясь в разумных рамках, да, делать несколько вот этих каналов для возможностей распространения знаний, и там каждый уже выберет примерно, что и как ему надо, поэтому, да, это вот, здесь нет универсального решения. Я тебя понял, слушай, а вот знаешь, еще какая мысль возникла, как раз сейчас пока-то говорил, вот, я не знаю, есть такая штука, слышал, то нет, называется, ну, обычно это где-то в контексте безопасности, там, security champions, то есть, тема, когда некие люди, которые в какой-то области, там, неважно, безопасность, еще где-то, проявляют чуть больше такой инициативы и становятся таким вот, ну, то есть, команда, которая там решает какие-то свои специфичные задачи, но, тем не менее, им нужна извне некая экспертиза, там, в какой-то другой области. Ну, наверное, безопасность, как один из наиболее таких понятных примеров, да, потому что, ну, всем так или иначе надо думать о этой теме, о безопасности, и появляется человек внутри команды, но который очень неплохо, вот, за счет, опять-таки, своей там, инициативы где-то имеет знания побочные вот сбоку, там, или часто общается с вот, с той самой, там, безопасниками, да, вот, как тебе кажется, может ли такой подход в любом направлении, там, не знаю, в плане, например, там, фронт-энда, в плане, там, архитектуры, в плане каких-то вот составных кирпичков, которые так или иначе свойственны еще раз повторюсь, там, разным командам, да, задачам, становиться вот таким источником, в том числе, как бы, вот, кросс-коммуникации, чтобы немножко больше показывать, ну, как евангелист некий такой внутренний, да, вот такая тема, как ты на это смотришь? Тоже хорошо, но единственное, что здесь такой момент, что если человек часто приходит извне компании, да, то, ну, какой-нибудь консультант, то здесь есть, во-первых, проблема некого, недоверие в девелоперах, да, когда, ну, мы здесь работаем два года, мы знаем свою проблему, и тут приходит какой-то человек, который нам пытается что-то рассказать, что можно... Извне компании это понятно, что это сразу будет немножко в штыки восприниматься, я больше именно про внутри, когда вот именно внутри, но он чуть больше экспертиза где-то вот смежной какой-то области, которая... Внутри команды нету, а вот она есть где-то извне... Нет, внутри, например, так часто и работает, когда человек чем-то, у него есть какие-то смежные знания, и он либо сам что-то делает, либо он находит в компании другого человека, которого есть смежные знания с его, которые у него, и они как-то вместе вот копируются и вот обсуждают, поэтому, опять-таки, чем больше вот возможности вот этой коммуникации, или возможности внести, или возможности быть услышанным, тем лучше, потому что, как правило, опять-таки, ты можешь что-то там рассказывать для вот на одной с такой сессии, а потом ты получаешь письма там, или человек пишет магистрскую, и как-то вот это вот так ты уже, ну, ты сам уже начинаешь видеть людей в организации, кто, во-первых, более инициативен, да, кто там взял и написал тебе письмо, допустим, никому ты написал письмо, и, соответственно, уже ты увидишь, что человек чем занимается, что интересно, и это вот позволяет, опять-таки, как-то составлять такой некий, ну, появляется примерное понимание, окей, вот этому человеку интересно это, 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 он знает это, что для каких-то вещей мы можем вот собраться вместе и что-то вот подумать и к чему-то прийти. Здесь еще вот как раз момент, который вот, ну, был, опять-таки, связан с разработкой, и для многих людей, да, вот понимание того, как работают распределенные системы, это как бы такой отдельный топик, да, когда у тебя все это раскидано по миру, и у тебя вот это каптеорема, да, выбери одно из, ну, выбери два из трех, да, быстро, дешево, надежно. Ну да, ну да. И, опять-таки, если дата-центры находятся где-то в Азии, еще где-то, то, ну, есть очень много вариантов, да, то есть потеря какой-нибудь network connectivity, где-то что-то может упасть. Если ты, допустим, процессишь данные в каком-то стрим-процессинге, да, то есть у тебя, ну, окей, если какая-то агрегация, там, ну, типа счетчиков, это ничего страшного, ты можешь там немножко в точности потерять. Но если у тебя, допустим, какой-то комплекс event-процессинг, да, ты как-то, у тебя есть какая-то сложная логика, по которым, то потеря, допустим, какого-то там дата-центра или какого-нибудь нода или еще чего-то несет следующие проблемы. Допустим, у тебя есть, ну, у тебя есть некий набор ивентов, которые включают какую-то сложную логику. Допустим, один из этих ивентов не пришел, потому что упала network или еще что-то, нода упала. Допустим, она встала, и этот ивент пришел. У тебя, по идее, в тот момент, ну, у тебя должна включиться эта логика. Но ивент пришел, получается, из прошлого, и если ты хочешь проверить, что у тебя было здесь, ты должен смотреть и в будущее. Насколько это окно в будущее должно быть больше. И у нас было как раз вот, ну, в этом плане хороший sharing the knowledge, потому что участие людей, кто, ну, допустим, непосредственно не работал, да, системами, которые распределенные, которым либо нужен какой-то консенсус, либо нужно, либо логика может меняться от того, присутствует ли кто-то или нет, да, такой консистенции, неопределенные какие-то моменты, то у многих людей как раз я заметил, что то, что было непонятно, для них был толчок, ну, во-первых, документация, прочитать книги. Я видел, у нас как бы есть аккаунт компании на Safari, где, ну, книги могут работники смотреть. Там видно, кто что читал после последней книги, они всегда висят, и ты примерно видишь, как меняются запросы по книгам или статьям после там каких-либо асессий или вещей. Интересно. Тоже хороший показатель. И у нас как раз было то, что, во-первых, ну, некоторые люди проявили больше интерес, да, к такого типа вещам, и, соответственно, они предложили несколько решений, которые связаны, допустим, ну, с их командой, да, у них похожего типа проблемы, допустим, где у них несколько там, несколько сервисов, которые распределены, и вот потенциальные проблемы могут быть такие, они вышли как бы с предложениями, что вот, ну, ребята, давайте сделаем здесь так и так, потому что вот, скорее всего, это, ну, может быть так. И здесь еще интересно, что были также пойманы такие вот хейзен баги, да, баг, который ты просто не можешь и продюсить в течение там многих месяцев, который непонятно как появляется. И непонятно вообще, как его искать и что делать. И как раз у людей, кто этим занимался, у них как бы пришло понимание, что, скорее всего, ну, они могут его репродуцировать, потому что они это все тестируют в том режиме, когда все работает. Когда все работает, все ноды подняты, все между собой вроде как бы есть. Рандомно выключают, опять-таки, поскольку нужно, чтобы событие произошло, допустим, именно в тот момент, когда у тебя какие-то ивенты должны прийти или приходят, то есть, опять-таки, логика. И в этот момент все должно отвалиться. То есть, рандомно выключают, и особо тоже ничего не добьешься, потому что комбинаторная натура, да, комбинация ивентов тебе просто не позволит особо случайно на это набрести. И здесь как раз вот хороший момент, что люди именно из таких смежных областей как раз информацию достаточно хорошо получили, ну, впитали в себя. И было, ну, несколько хороших решений тоже найдено. Почему, как бы, я и говорю, что здесь такое есть, на самом деле, аналогия, как вот с театром, да, я связан с театром в некоторой степени. И все же зависит не от того, где ты находишься. А вот есть такое понятие, как провинциальное такое мышление, да. Да, провинциальное мышление – это значит, что-то происходит, но там. Но, допустим, в театре очень много примеров, да, когда где-то какой-то локальный там совершенно провинциальный театр, и вдруг что-то там зарождается, какая-то школа, прямо вот взрыв какой-то. И то же самое, как бы, можно видеть в компаниях, да, когда, ну, кажется, там кровавый интерпрайз, скучно, да, все там гребут под командой. Но в какой-то момент, ну, возникают такие, как будто, ну, не знаю, узлы там или очаги того, что возникает множество идей, возникает множество хороших каких-то решений элегантных, возникает такая некая клубок, который заражает, начинает заражать, как бы, людей вокруг. Или более того, это может быть даже вот на уровне страны, да, когда в стране возникает некая такая группа людей, которые, вот, ну, распространяются как у себя волны. Вот это вот как раз хорошая история, мне нравится очень. Zero Turnaround, да, вот Олег Шиляев, Антон Архипов, да, оттуда, потому что они же делали и курсы в университетах, и вот тот же самый конференция Geek Out, да, то есть это вот то, что, ну, такая вроде небольшая группа, да, там, где, которая начинает вокруг себя вот такой, ну, создавать волны, которые начинают влиять на круг. То же самое, как бы, и происходит же и внутри компании, то есть это может быть большой интерпрайз. Если культура компании способствует появлению такого рода очагов, то это, в принципе, двигает и мотивирует и как-то развивает и захватывает именно людей, которые находятся вокруг тоже. Слушай, ну да, это тут очень классно, что такое бывает, и мне тоже кажется, что вот люди, которые там находятся, такие люди, которые вокруг себя вот как-то начинают это аккумулировать. Но, кстати, интересно, а как ты думаешь, насколько вот контекст, ну, контекст, может быть, больше имеется в виду географическая страна культурный способствует вот тем самым распространению вот как бы аккумуляции. Ну, то есть, насколько он влияет, может ли, или это независимо там от страны, от какого-то там, не знаю, социально, там, не знаю, политических каких-то устройств, это может в любом месте зародиться. Или это просто вот сейчас наша IT-индустрия в целом, немножко ее развитие вот сейчас находится на таком этапе, когда действительно вся тема каких-то публичных вот этих социальных, там, не знаю, коммуникаций, аспектов, да, социальных аспектов разработки немножко вышла, может быть, так, знаешь, на передний план, то есть, стало чуть-чуть более заметно, чуть-чуть более активно, вот, то есть, вот коммуникации какие-то, сборы, сообщества, да. Ну, потому что мы все прекрасно помним, что там, не знаю, 15 лет назад не было ничего такого, там были какие-то очень древние, там, единичные какие-то группы такие, там, форумы, я уж не знаю, там, еще что-то, да. И что мы видим сейчас, как бы сейчас, по большому счету, каждый день, там, не знаю, 10, 20, 30, 50 конференций каких-то митапов проходят, то есть, в принципе, если на них там все ходить, то это работать некогда будет, да. Но я к тому, что все равно вот эта вот вещь, социализация внутри, в принципе, индустрии, она вот сейчас на таком подъеме находится и как бы сильно способствует всему этому. Да, несомненно. Здесь очень хороший пример – это развитие опен-сорса, можно посмотреть на что, гитхаб, да, и само развитие, вот, то есть, если мне нужно что-то решить, то, скорее всего, это уже решено, и надо посмотреть, библиотека, скорее всего, уже какая-то есть. Если точно такой же нет, то, скорее всего, мне надо немножко доработать. И вот это вот, ну, вот это все сделало достаточно большую синергию, да, в развитии самой индустрии. Я даже помню прекрасно, да, если, как мы решали проблемы те же 15 лет назад, хотя уже вроде интернет был, да, и там, и как мы решаем проблемы сейчас, и насколько легче, да. Я как, ну, это часто похоже в какой-то мере на сбор конструктора Лего. Только единственное, что какие-то детальки ты делаешь немножко сам, как бы, больше гибкость, но, в принципе, ты собираешь уже что-то, ты, это, ну, ведет больше эффективности. Мы не изобретаем велосипеды, стараемся не делать то, что уже было сделано до нас лучше. И это вот как раз все, ну, это все взаимосвязано, в том числе возросшая вот эта активность на социализации, метворкинг, вот open source, потому что я, ну, вижу и сталкиваюсь с различными организациями другого типа, государственные, например, да, когда какой-нибудь вот типичный, ну, не знаю, там, ну, вызовите Новосельцева, да, то есть, в принципе, да, окей, мы работаем там с компьютером, это все, но, в принципе, организация примерно такого типа, да, какой-нибудь стратегический отдел аналитики в государственной структуре. И там очень многое заметил, что у них как раз-таки нету такого, ну, понятно, да, там особо ты чиновников не сделаешь, но, грубо говоря, да, разного типа организаций, в том числе, там, допустим, индустрии, индустриальные какие-то вещи, у них недостаток вот этой коммуникации или, ну, недостаток открытости вот этих индустрий приводит к тому, что изменения в них происходят на, ну, очень медленно, вернее, после IT, когда ты приходишь в такого типа организации, тебе кажется, что, ну, блин, ну, у нас, у меня еще хороший пример, как раз энергетический сектор, который, в принципе, у них там есть IT-отдел, все, но я работал там 15 лет назад, 16 уже, да, и я был, дел у них, там, был гвестом на конференции внутренней два года назад, у них изменилось, но немного. Ну, по-большому счету, ничего не изменилось, так, если грубо. Да, да, немного, да, у них не так много изменилось, и они, грубо говоря, проходят те же самые проблемы какие-то, организационные в том числе, которые в IT, допустим, в индустрии были пройдены, там, не знаю, не то, что пройдены, не всегда они пройдены, но, допустим, лет здесь назад они уже как-то были обдуманы, уже как-то опыт, уже какие-то неудачные, допустим, решения или удачные, то есть, ну, когда ты смотришь на другие индустрии, то это вот особенно сильно бросается в глаза, вот именно в такой небольшой полузакрытости. Понятно, слушай, а как ты, вот, коли мы уже как-то немножко в такие философские направления чуть-чуть ушли, как ты, вот, твое мнение интересно, в развитии нашей индустрии, вот, чувствуешь ли ты какое-то усложнение проектов, усложнение процессов, да, то есть, вот, там, за 15-20 лет, ну, то, что мы писали тогда, какие-то системки, да, там, не было высоких нагрузок, ну, потому что, там, в интернете ещё там какие-то странички, магазинчики локальные, да, и сейчас, в которой мы строим системы, там, географически распределённые, вот это вот, как бы, так сказать, интеграция всего и вся, ну, такая кросс, как бы, да, глобализация, да, вот, правильное слово, глобализация всего происходящего, и вот, не кажется, ну, чувствуешь ли ты вот это усложнение систем именно с точки зрения внутри, то есть, и архитектуры, и подходы, и какие-то, вот, как ты смотришь на это? Да, несомненно, здесь скорее усложнение идёт на более high-level уровне, да, то есть, если раньше, ну, специализации были более узкие, могли бы быть, да, то есть, были такие DBA, были вот девелоперы, и более-менее, так, это было всё, ну, узкие специализации есть и сейчас, да, ты можешь быть, там, не знаю, фронт-энд, реакт-девелопером, но, как бы, это одно, но если мы говорим о таком большем, ну, о high-level, то здесь, несомненно, усложнение именно в том плане, что уже не надо писать велосипеды, как правило, есть какие-то решения, есть фреймворки, есть библиотеки, то есть, то, что мы раньше бы писали, ну, имплементировали бы на месте, то есть, сейчас, как правило, есть, но сейчас справится проблема, как вот это всё собрать, всё вместе, да, как нам построить систему из таких кусочков, и здесь ещё более выходит на первый план вот это умение, как бы, да, разделение проблем, да, декомпозиция уже, вот, что, как поделить, как это сделать так, чтобы это было, ну, чтобы это прожило, допустим, достаточно долгое время. Здесь ещё есть такой момент, что, ну, сейчас достаточно, да, можно читать, там, вот, там, не знаю, искусственный интеллект заменит программистов, ещё что-то, на самом деле нет, и если сейчас у нас в мире порядка 20 миллионов разработчиков, то через, ну, мы скоро будем жить, лет 10-15, в мире, где будет 100 миллионов разработчиков, и это будет немножко другой мир, даже чем сейчас, потому что, как я уже сказал, есть очень много, множество индустрий, где ещё только предстоит пройти путь, который, ну, изменит эти индустрии в достаточно сильной степени, и каков будет, ну, мы, как бы, должны готовиться к миру, где будет 100 миллионов разработчиков, в 4 раза больше, и здесь как раз таки будут выходить именно на первый план вот умения того, как соединить вот эти вот кетродельные системы, то, что разработано вот в одних индустриях, в одних сферах между собой, и у меня, я как раз тоже начинаю с этого года преподавать в университете, у меня два курса, и я буду как раз таки делать фокус не, ну, окей, у нас там будет какая-то база, но фокус именно на том, чтобы видеть проблему выше, да, то есть где, ну, то есть даже вот какие-то практические задачи, где мы будем какой-нибудь API, там, не знаю, с данными, что-то с ними делать, какую-то, ну, получать какую-то пользу, то есть, и вот этот момент умение видеть в целом и соединять это, ну, то есть достаточно такой важный навык и стилы, это именно то, что в основном, ну, будет требоваться, то есть узкая специализация, ну, есть такое модное слово, да, T-shape специалист, когда у тебя есть в чем-то очень прям такое глубокое, и остальное ты, в принципе, знаешь и понимаешь, как работать. Я бы сказал даже, что нужен не T-shape специалист, потому что, в принципе, узкая специализация, ну, для IT, опять-таки, если мы говорим о разработчике, ну, который решает какие-то стандартные задачи, то ему даже не настолько глубоко нужно это идти, ну, он может знать какие-то там computer science-specific вещи, но, в принципе, они не особо ему нужны, потому что он занимается в большей части именно собиранием чего-то вот целого, да, поэтому это, скорее всего, вот этот T становится все толще и толще, а ножка этого T может уменьшаться. Есть еще вот как раз хороший термин, у нас в Эстонии, вот Антон Кекс про него тоже сейчас хорошо говорит, это вот крафтман, когда человек, ты не просто разработчик, а инженеры и те люди, которые по-настоящему, ну, полезны, ценятся и куда как бы стоит расти, это человек, который, ну, может с нуля сделать что-то, то есть он может, он понимает, как нужно разбить задачу, он может, он понимает, как его надо писать и сделать хорошо, он представляет, как это будет все выкатываться, как это будет работать, допустим, на продакшен, как это, допустим, делать, ну, как этим оперировать, то есть это вот как раз человек, который вот, ну, крафтман, который может сделать это все, в принципе, сам. И поэтому Есть такие смешные роли Фуллстэк-девелопер Потому что, в принципе, нормальный инженер Даже 15 лет назад это был такой Я тоже всегда на эту тему смеюсь Потому что мы те, кто В начале 2000-х уже что-то делали Для нас фуллстэк это был просто Ты программист, ты можешь и сервер поставить И Apache настроить, и базу выкатить И код написать А это вот сейчас оно так ушло Что теперь есть чистый фронт-энд Разработчик или, не дай бог, реактор-разработчик То есть человек не то, что на языке А даже на конкретном фреймворке И люди в соседних областях Не очень сильны Для нас это немножко странно Но тут, смотри, это мне тоже кажется На самом деле Слово архитектор может быть наиболее подходящее Солюшн архитектор Человек, который высокоуровневый И действительно его какая-то специфика И задача смещают в ту область Когда надо больше смотреть вширь И понимать, из каких кирпичиков Как что можно собрать Но таких людей сейчас, как мне кажется Довольно мало И это люди, которые могут Такими стать специалистами Крафтсменами, как тоже Очень хороший термин подходит Это все же для этого надо набраться Какого-то опыта Ну то есть вот просто взять Не знаю, после института Даже пройдя какие-то курсы Обучения Не знаю, год-два какого-то Разработки на одном, каком-то Двух языках Мне кажется, очень тяжело вот сюда выйти И вот тут, мне кажется Есть некая большая проблема Как вот эту пропасть преодолеть То есть сейчас очень много пошло Молодых программистов, специалистов Там как молодежь вся повально идет в IT И их просто там миллионы Джуниоров найти просто легко Вопрос адекватности мы пока ставим за кадром Как бы до их, так сказать, уровня Но как вот из этой джуниоров Кучки, так сказать, толпы джуниоров Перейти вот эту пропасть И стать таким специалистом Который может смотреть шире Вот мне кажется тут Ну я даже не знаю Но опыт, конечно, опыт решает вопрос Но как ты думаешь Что может в индустрии Там, не знаю, в образовании Какие шаги могут быть предприняты Чтобы эту как-то проблему Пропасть закрыть Построить вот этот мост То есть да, есть какие-то курсы Но опять-таки Ну что курсы Это там по каким-то языкам По каким-то технологиям Я не встречал пока нигде курсов Которые бы рассказывали Про какие-то архитектурные вещи Проблемы Я вот долго над эту тему думаю Ну как бы И мне самому это интересна проблематика И я пока не придумал даже там Ну про серебряные пули я уж молчу Но даже в принципе Какое-то вот, знаешь У меня пока не сложилась Картинка Как бы можно было это Ну закрыть Как знания Потому что знания в этой области Они очень такие Ну не знаю Эфемерные может быть Вот такой термин То есть их нельзя Там четко сказать Что если у тебя там вот Коннект к базе Вот берешь там DBI Значит Селик звездочка From Table И вот оно как бы Конкретные шаги Да Тут любой проект Это всегда какая-то Своя специфика Там сказать Компромиссов Да, это набор компромиссов Но сказать, что Слушай, ну используйте всегда Там CQRS CQRS Да, но тоже неправильно Это ивансурсинг Но это не всем нужно Да, большинство Да, это зависит Естественно Это такой Всегда вопрос Стрейдов Компромиссов И это как раз таки То, чему Я не знаю Да, это проблема Научить Потому что это Либо опыт На своих корабле Либо Это может быть даже Не опыт На своих корабле Но когда человек Да, у него есть Некий бэкграунд Он может Читать Неплохие книги Допустим Я помню свое время Мне очень интересно Было и помогало Это описание Ну когда вот Инженерные блоги Допустим Амазон Динамо Диби Какие у них были проблемы Как вот эта консистенция Как они Ну то есть Это достаточно Я еще в тот момент С этим не сталкивался Но у меня был Бэкграунд Понимание Что вот Да, это вот Проблемы действительно существуют Это было интересно Читать и понимать На самом деле Я даже считаю Что в наше время Было немножко легче Все это Изучать Почему Потому что Раньше Ты действительно должен был Там, не знаю Винукс у себя Поставить на компьютере Как-то его настроить Да, покопаться Почитать А сейчас ты можешь С докером Поднять себе Какой-нибудь сервис Да, и тебе Грубо говоря Даже не понимая Как оно там Все внутри настроено Работает Вот в чем дело Сейчас молодежи Опять-таки То, что я говорил Что сейчас Вот этот хардвайр Абстракирован Все больше и больше От нас То, соответственно Даже молодым людям Которым интересная Мотивация Это делать тяжелее Потому что Ты непосредственно Не сталкиваешься С этим на практике Когда тебе реально Нужно поставить машину На нее что-нибудь Становить Накатить Подключиться к сети И срезать Одно с другим Это как бы Дает понимание Что там происходит И как это работает Здесь Вот сейчас С этим сложнее И По сути Да Ты можешь не понять Как это работает У тебя есть там Набор инструкций Как тебе поднять инвариум И ты его в принципе Поднимешь И Это да В этом плане проблема Но Я считаю Ну Если мы берем вообще Обучение То Здесь очень много Естественно Зависит от От мотивации человека От того Что ему интересно Как я вот Говорил Есть люди Которым Ну ему удобнее работать Да В своей области В своей сфере Вот по плану Они могут Такая вот 10-15 лет Это окей Это Ну все люди разные Нет Такие специалисты Тоже нужны Как бы Им всегда найдется место Вопросов нет Да Поэтому здесь Именно Вопрос Скорее Вот Такой Мотивации Мутерин человека И Хорошие Здоровые компании Они смотрят Да То есть Это Это могут быть Люди Тимлид Это могут быть Тот же Самые HR Да Которые В принципе Смотрят Да Людей Кто Мотивирует Кому интересно Или как вот Люди допустим Ищут спикеров Внутри компании Да Тоже смотрят Кому Кого-то Может помогают Направляют И Соответственно В какой-то момент Возникает Ну ты уже примерно Опять-таки в компании Или еще где-то Появляется понимание Того Кто Какой человек Сам готов К этому Какой есть Ну у кого есть У кого есть Как бы Стремление К этому Кто Может Последовательно Более-менее Идти по этому пути Потому что В любом случае Ты не можешь Ну как-то Вот взять человека И научить Потому что Ну в принципе Как-то учимся сами Нам могут Либо сделать условия Либо мы там Можем эти условия Создать себе сами Все остальное Как бы зависит от нас Поэтому здесь Скорее Вот создать Условия Для людей И Скорее Выделять этих людей И помогать В подталкивать Все остальное Как бы Это все равно Твой путь Ну да Да Как-то так Слушай Ну мне кажется Эти темы уже такие Мы много чего Обсудили Давай еще Знаешь Очень хочется Я думаю И слушателям Тоже будет интересно Послушать Про некие твои Хобби Проекты И увлечения Вот Ты про них тут Писал подробно Там Когда ввел Backend Secret Вот Ну и статьи там На хабре есть Мы обязательно Там приложим ссылочки Но интересно Все же расскажи Вот один из таких Проектов Это как раз Такие совмещение Такое Знаешь Какой-то музыки Ну то есть Творческой составляющей Да И каких-то вот Таких Хай-тек штук То есть там Нейронные сети Вот это все Вот Расскажи про эту штуку Ну Наверное вначале Просто скажи Что за проект В общем Как бы Что ты понимаешь Как-то вот Во-первых Я сам занимался музыкой Раньше То есть Часть моих друзей Пошла По Вот этому пути Да То есть Сейчас Один из Вот Александр Жеделев Очень хороший друг Очень талантливый человек Он композитор Здесь у него Он является музыкальным Профессором театра И Ну Соответственно У нас Всякие возникают Идеи Проекты Или в театре Возникает Некий Какой-то Творческий Завосел Который Можно Усилить Технологии Потому что По сути Да Мы Допустим Театральные Проекты Технологические Не делаются Не ради технологии А технологии Это скорее Средства Для усиления Ну да Конечно Творческая составляющая Конечно В данном случае Первичная Я занимался Работикой Мы делали Всякие Интересные Штуки Про Интерфейсы Новые И Из Такого Интересного Очень проекта Что для меня Было Совершенно Такое Захватывающее Необыкновенно Это интерактивный Театр В прошлом году Было Столетие Образования Сонской Республики И все театры Вытаскивали Жребий Архитеатра Эстонии И вот Все это время Было поделено На эпизоды По 10 лет Ну и по жребию Русскому театру Эстонии Выпала Тема Будущего Соответственно Ну будущее Кто решает О будущем Не мы Мы уже Как бы Старые Деды Поэтому Это Решают Дети И поэтому Было опрошено Порядка Ну более Тысячи Детей О том Как они видят Будущее Да Что вот Как вы видите Через 100 лет И на основании Этого Было как бы Составлено Некий Общий Сценарий Ну экологическое Будущее Технологическое Мультикультурное И поскольку Опять таки Будущее Оно же Не предопределено Оно зависит От наших выборов Режиссер Вот у него Было Он думал Вот как сделать Такой спектакль Который был бы Незавершен Незакончен И тогда У него как бы Не было понимания Что это можно Делать технологически Что мы можем Сделать Нелинейный сюжет Где развитие Будет зависеть От выбора Который делают люди То есть Собирать голоса С театра Строить некие Интерфейсы Чтобы система Общалась Со зрителем И в общем Эта идея Зародилась И в общем Это было Нечто сумасшедшее За две недели В отпуске Мы написали Всю эту систему Это Ну то есть Грубо говоря Публика в театре После небольших Новелл Которая допустим Минфотехнологическая Да утопия Куда погружают Куда погружают Зрителей Она как бы Выбирает Будет ли такое Или не будет Если не будет То предлагается Еще несколько выборов В зависимости от этого Как бы Развивается сюжет Причем там были Технические Такие Очень интересные Задачи То есть У нас Фронт-энд Один проектировался Просто на Экран Куда выводились Результаты голосов Где динамически Собиралось аудио То есть Зрителям система Общалась на естественном языке И Конечно Было очень интересно Видеть Как это вот Все происходит Как Психология Люди Понимают Что это игра Когда люди Начинают поддерживать голоса И в конце Уже там Туда Гонять И Здесь Очень Такой Необычный Опыт Который Театральный Эксперимент Который В принципе В мире Еще так Никто не делал И было интересно Что через полтора Месяца На Нетфликсе Выходит Бандерснач С телефона Тоже Сюжет Да 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 Но это Самые ближайшие Налоги Которые Другим Всем Привычны Что Действительно Нетфликс Запустили Фильм Который Тоже Ты Хотя Вроде Как бы Зритель Но Ты Участвуешь В процессе И ты Можешь Выбрать Куда Будет Развиваться Я так Понимаю То что Выпало Будущее Это Мне кажется Вообще Такое Наверное Предрешило Все Дальнейшее Разбитие Вы опросили Насколько У вас Много Было Веток Расскажи Немножко Технологическую Составляющую Процесс У нас Был большой Граф Мы Это Все Отображали На Граф Если Поветком Брать У нас Было Вообще 72 Различных Финала Это Все Комбинаторно Было Но Вариантов Пути Было Очень Много Ни Один Спектакль Не Повторялся И Здесь Еще Такой Момент Что Поскольку Это Граф То У Нас Пути Прохода По нему Развиваются Отличные У нас Такой Буддистский Спектакль Детерепетируешь Все А Сиграешь Маленькую Какую-то Часть И Объем Вот этого Спектакля Определяется Количеством Несыгранного И Время Да У нас Время Варили Полтора Часов До почти Четырех То есть Были Спектакли Технически Да Мы Это Все Я Кидал Это Все На Граф Не Потому Что Опять Так Очень Интеграция Одна из них Это Окей Телефоны Должны Собирать Голоса Естественно Это Не Аппликейшн Потому Что Никто Не Будет Его Качать Это Просто Страничка Страничка Ну Логично Да И Тут Возникает Проблема Вернее Тогда Еще Не Берем View Framework И Все Будет Работать На самом деле Нет Я Протестировал Это Все У себя В Компании Окей У Всех Новый телефон И Все Работало А в чатре Выяснилось Что Нет Потому Что Моделей Много Операционных Систем Версий Много Умножаем Это Все На Количество Браузеров Устаревших И так Далее Поэтому Телефонный Фронтенд В итоге Я переписал На Ванильный EGS И Все Заработало До Этого Была Постоянная Борьба Что-то Работает Что-то Не Работает Окей Добавили Бадли Еще Что-то Окей Что-то Из того Что Не Работало Заработало То Что Из Того Где Раньше Работало Отвалилось Плюс С Вью Там Было Еще Несколько Вещей Которые У нас Прямо Вроде Мы Обнаруживали Баги Самого Вью Фреймворка Там Анимации Было Где Шаблоны Все Ломались Ты Узнаешь Только В Продакшн Когда У тебя Спектакль Ты Редеплоешь За сценой Пока Сама Сцена Играется Была Очень Интересно Неоднозначная Задача В том Что У тебя Есть Бэкэнд Который Собирает Голоса Считает Ходит По графу И Это Один Контрольный Сервер А другой Контрольный Сервер Это То Что У тебя Фронтэнд Который Отображается На Сцене На Супер Экран И Поскольку Этот Экран Управляет Отдевляет Объявляет Результаты То Это Получается Второе Управляющее Звено Потому что Голосование Должно открываться После Слов Голосование Открыто Соответственно Фронтэнд Управляет Звуком Соответственно Фронтэнд Управляет Как бы Вторым Сервером У тебя Получается Распределенная Система Где у тебя Два Центра Контроля И они Между ними Должны быть Тоже Как-то Синхронизированы Потому что Фронтэнд Управляет Основными Состояниями Включениями Выключениями И Вот этот Бэкэнд Джавовский Собирает Голоса То есть Там было Такое Тоже Достаточно Интересное Решение Помноженное На Количество Багов Во Вью Забавно Забавно Слушай А расскажи Сейчас Немножко Конечно Ролики На кусочки Это все Что-то Было Заранее Предзаписано Или Были же Актеры Которые В том числе Должны были Все эти 72 Как-то они отличались И они Действительно На сцене Как-то Что-то Действо Какое-то Происходило Да Это все Это отличалось То есть Были Несколько Видов Мы говорили Там Энфотехнологическая Экологическая Культурная Космическая Национальная И Соответственно У каждой Утопия Перетекает В антиутопию Да Антиутопия Заказочная Катастрофа То есть У нас Различных Комбинаций Было Вот столько Соответственно На самом деле Здесь еще такой момент Актеры же Они работают в театре То есть Сначала Они думали Что это нереальное Голосование Ну просто режиссер Всем сказал Что это реально Но как бы На самом деле нет А потом Поняли Они осознали Да И тот самый момент Есть когда Ну у актеров Во-первых Есть любимые Нелюбимые сцены То есть там Зрители голосуют Они скажут Ну блин Только вот за это Я не хочу переодеваться Там в этого И такой момент Что Окей Голосование завершено И там идет Грубо говоря Новостной ролик Три минуты Когда Тебя погружают В текущие обстоятельства Новости Причем У нас было иронично Что у нас читала Диктор телевидения Которая у нас известна То есть у нас был настоящий И в этот момент Они должны переодеваться Они должны быстро вспоминять Ну понятно Подготовиться Под новую сцену Да конечно Пока голосование не закончилось Еще непонятно Какая поетветка Все добавляло Такого драйва За сценой Что Ну Было Очень-очень Необычно Буквально Вот для всех Это вот такой Один из таких Проектов Который Ну Мы достаточно Очень много Получили И в прессе Отзывов И на театральном фестивале Практически 5 минут Овации Я помню записывал Я думаю Когда это кончится У меня аккумулятор Скоро сядет На телефоне У нас был прецедент На первом спектакле И причем такой момент Что я нашел Один из багов И все Вот через 10 минут Начало Там прецедент Вся вот эта публика И я это пускаю Ну как бы на сервер Ну я не знаю Будут еще баги И я сижу с наушником За сценой И все вот допустим Что-то выбирают И я несколько лет Просматриваю вперед Что если какой-то баг Или что-то На своем То я могу Ну сказать звукорежиссеру Там убери звук Как будто так и надо В принципе Как-то не странно Вот этот первый прошел Все без запинки А какие-то такие болезни Начали вылезать Еще в следующие Один Две постановки Ну это кстати круто Потому что реально Как бы первый Такой он самый-самый Потом уже немножко баги Ну да Что-то все Как-то не так Может быть критично Все-таки первое представление Оно самое-самое Наверное запоминающееся Нас же еще Нас же еще немножко Вломали Тогда как ты помнишь В прошлом году Был такой В новостях Символ Который Apple ломал Ну из Который ты мог послать В iOS По смски Ну у нас были молодые парни Потому что очень много Молодежи приходили И они начали к нам У нас же есть Видите свое имя На голосование Потому что имена Когда ты голосуешь Отображаются Что ты делал голос Ну и соответственно Парни начали вводить Всякие интересные символы Как тебя зовут? Меня зовут Точка запятой Drop table Вот это все Знаешь? Да Это были вот Эф символы Которые Опять-таки Вью Ну документация Ты об этом не прощешь Но вью шаблоны У нас просто Станавливались И это тоже было Мы сначала не могли понять Что происходит Почему ломается И выяснили Что чекивал символ Когда приходил его голос Система пыталась Образить этот символ И этот символ Что-то во внутреннем Сломало И все записало Поэтому у нас-то все Часть голосований идет Все застывает Время не определено Непонятность Символы тут не выводятся Все это на сцене Мы там делали Ну достаточно Да Такой интересный опыт И ну Опять-таки Театр тема хорошая Ты получаешь Там совершенно такой Заряд энергетики Опять-таки Такой сгусток Да Вот этих эмоций Вот этого Того Как вот Люди Ну живут Немножко Другого типа жизни Да Вот такое все Да очень интересно Делали еще в этом году Как раз Проект Где Мы соединяли Нейронные сети Для генерации музыки Мы начали еще в прошлом году У Гугла Есть такой интересный проект Магента Магента Это грубо говоря Интерфейс Для тензерфлоу Интерфейс Который может транслировать Грубо говоря Меди сигналы Ну В тензерфлоу В инпут И соответственно Преобразовать обратно Или там сигналы Для рисования Там есть несколько видов Такого плана интерфейса Соответственно Ты можешь Сделать модель Музыки РНН сети Когда у тебя есть Несколько Символов И ты соответственно Можешь получить Такую Предиктит value Музыка Это в принципе тот же Некого типа текст Который имеет свою Как бы структуру Ритмическую Где ты можешь В принципе Закодировать Высоту ноты И длительность Каким-то символом У тебя просто получается Большой алфавит На такой языке Ну да Да Нота Какие-то длительности То есть ты можешь Таким образом кодировать И в прошлом году Мы просто брали С выхода Вот эти Сигналы Ритма И Ну Направляли их В сэмплер И там уже сэмпл Играл И это было неочевидно Окей Ну что там играет Непонятно То есть можно сказать Все что угодно играет То в этом году Мы это выводили В реальный мир Причем Там есть такой момент Что Система с собой Работает по такому принципу Что ты даешь Ну как вот Какая-нибудь Не знаю Генератор речей Трампа Веселый Ты даешь какую-то затравочку И она тебе В таком типе Пытается продолжить Но мы Делали еще модели Так что Чтобы они слушали Друг друга То есть ты даешь Сначала затравку Первая модель Дает аутпут А в этой второй модели Она дает свой аутпут Он пойдет первый Ну такое обучение Типа с учительным С обретной связью Короче Которая сама себя Как бы Они друг друга играют Будем замечать Сначала мы как бы Обнаружили Что система Работа сыгрывается То есть минут 20 Она вообще Она приходит Сначала думали Что просто показалось Оно Я смотрел По этим По цифрам Да Вот это Log likelihood Он в принципе Всегда шел Ну как бы На улучшение То есть Грубо говоря Две системы Сводились К некому К некому состоянию Которое вот Ну наиболее Как бы Сдержало их на весе Это был достаточно Вот интересный Очень эксперимент Именно вот В плане того Там были достаточно Необычные Ритмические рисунки А в этом году У нас Организация Эстиконцерт Это такая Эстонская организация Которая вот Грубо говоря Ну как большой театр У нас В России Она делала Серию Серию концертов Технологии музыки И нам предложили Как бы немножко Продолжить эту сферу Мы подумали Окей Ну что Сэмплер Сэмплер Давай выведем Эти ритмы Удары на барабан А давай Ну и соответственно Что было сделано дальше Мы взяли Меди Преобразовали в сериал Я вывел это все На контроллер Взяли Ну грубо говоря Моторы Поставили на большой барабан Поставили палочки Ну это просто Если сложно То тут получается Нескольких моментов Во-первых Это у тебя концерт Соответственно У тебя Ну представь Час Будут работать Моторы Если ты хочешь Чтобы звук был сильный Тебе нужно сделать Силу удара Соответственно Представь Что у тебя Мотор на чем-то Закреплен У тебя целый час Идет Хорошая Вибрация Соответственно У тебя Ну тебе нужно сделать Такое крепление Которое Не расшатается Которое Ну будет Достаточно крепким Мы сначала Пробовали соленоиды Но они были Слишком слабые Поэтому были взяты Моторы для автомобилей Как твои замки Нормально Да У них У них есть два хода Вперед и назад Соответственно У них есть даже скорость Скорость Я еще мапил На Ну как бы Силу ноты Чем сильнее Как бы ноту Чем соответственно Сильнее удар Но Помимо удара вперед Тебе нужно Какую-то паузу И сделать удар назад Есть соответственно Сложность Ну барабан-то пружинит То есть Если ты ударил И жестко закрепил То у тебя палочка И потом Ну не получится Такого звонкого удара Но звук не получится Да нормально И там Немножко Это было опять-таки Шаманство То есть Ты там Ставишь паузы Пробуешь Повернул это Ставишь паузы Пробуешь То есть Достаточно очень много Везде В робототехнике Вот таких вот тестов И основные проблемы Да То есть Ты можешь поиграть Там Помигать лампочкой На Ардуино Но когда Ну нужно делать Какую-то систему Которую допустим Час должна проработать В таких условиях Да Когда будут Очень сильные удары Да Когда у тебя Расстояние до мотора Достаточно длинные То есть У тебя еще нужна Ну как будто Не можешь слишком Длинные провода сделать Чтобы переводить сигнал Они будут задухать Когда у тебя на сцене Куча оборудования Аппаратуры Которая вся шумит И твой микроконтроллер Логично, да Микроконтроллер Там маленький Беззащитный То есть Может Ну в любой момент Там сбросится Да То есть Вот это вот Как раз такой Самые интересные моменты Были Как вот сделать Из какого-то прототипа Такую продакшн-систему И Да Мы отыграли час Очень хорошо получилось Необычно И вот как раз В ближайшее время Еще будем Так немножко дальше Как бы Идти В эту сторону Слушай Ну это вообще клево На самом деле Вот ты так Просто я слушаю И как бы ощущаю С каким-то таким Энтузиазмом И вот прям вдохновением О всем этом рассказываешь Это просто замечательно Тут хочется добавить Что вот знаешь Я тоже, что ты думаю Слышал Там последнее время Сильно популярна Там тема выгорания Вот этого вот всего Да Но мне кажется Что вот мы Ну там Люди, которые Вот с тех времен Еще там 15-20 лет В индустрии Как-то этим людям Это менее свойственно Потому что мы всегда Можем найти Вот как твой пример Очень яркие Какие-то Хобби Проекты Которые настолько Тебя захватывают Вдохновляют Что тебе просто До выгорания Даже как бы И думать-то нет Мысли таких Как бы То есть есть работа Безусловно Там могут быть Какие-то сложности Проблемы Но вот спасибо Вот таким Интересным проектам Вдохновляющим Которые как бы Мне кажется Нивелируют все Какие-то вот такие Отрицательные моменты Да, действительно Такой момент Я тоже замечал Что в принципе Ну по большому счету Если мы занимаемся тем Что нам особо не нравится Если мы там Работаем на нелюбимой работе Если мы там Занимаемся тем Что нам Ну к чему У нас лежит душа То в принципе Это само по себе Достаточно сильная Психологическая нагрузка Которая рано или поздно Как бы Тебя будет Будет давить И Даже Ну Здесь такой момент Что опять-таки Чем больше Каких-то смежных Сфер затрагиваешь Тем Тем больше ты можешь Во-первых Понять себя Что мне интересно Чем я хочу заниматься В основной работе Может мне действительно И на основной работе Интересны новые проекты Где-нибудь Чтобы тоже что-то попробовать Где-то взять на себя Ответственность Где-то как бы Ну уже примерно понимаешь Как Что делать Чтобы получилось Или что делать Когда у тебя что-то Не получается Ну да Сыпать голову пеплом Говорить там А я там Не знаю Самозванец И это не мое Как-то И Опять-таки Да Это как-то в сумме Ну Опять-таки Это дает еще И такую пользу Кросс Всегда Что Во-первых Ты можешь Какие-то технологические Вечи со своих Даже пусть это будет Пэт проект Но ты что-то Что ты поймешь Там ты можешь Принести на работу И самое главное Вот если ты работаешь Опять-таки Какие-то хобби Связанные С Ну другого типа Людьми Индустрии И так далее Это очень Обогащает Коммуникации Потому что Окей Ты привык Там не знаю Коммуницировать В своей области Да Умеешь вести себя Там мастер ведения На митингах Или еще что-то Но Когда есть опыт Именно работы Совершенно разного Типа Да Командами Опять-таки Если мы говорим О профессионалах То это Очень хороший опыт Потому что Ты можешь брать Какие-то вещи Оттуда Да Вот мне Допустим Мне понравилось Как в театре Молодежная студия У них Они это делали Все бесплатно Но Но Они постоянно В очень жесткие условия Грубо говоря Молодежная студия Грубо Какой-то Не знаю Мини-экзамен И они там Каждый Находит себе партнера Делают какую-то сценку А вот твой партнер Не пришел Заболел Или у него мотивация Или что-то А ты выкручивайся сам То есть Если ты придешь Скажешь Мой не пришел Нет Не пришел Не знаю Расскажи один Покажи что-то То есть Человека Как грубо говоря Поставят жесткие условия Потому что В принципе Театр жесткие условия В принципе Жизнь в жесткие условия Ну как бы да Да Половина Отсеивается Но та половина Что остается Это в принципе Ну Они через два Там Два-трань года Будучи молодежью Они уже становятся Реально профессионалами Люди умеют Брать на себя ответственность Люди допустим Ну Понимают Что такое команда Да Что Ну Ответственность не только за себя Ответственность и за других И получают Очень такие Хорошие качества Вот в жизни И Опять-таки Как я уже говорил То же самое в IT Ты не можешь Как-то научить Там из-под палок Кого-то И Соответственно Один из подходов Да Ты можешь Как-то Людей вставить Какие-то условия Помогать им Да Если человек Как бы Все Но Все равно Ты Ты не можешь Тянуть всех И это как бы Жизнь Ты Ты Должен Опять Фокусировать Силы и ресурсы На тех людей Кто Сам мотивирует Ну конечно Конечно Да Поэтому Это один из таких Вариантов Что Можно увидеть В каких-то других Смежных областях И принести Допустим Себе на работу Да Слушай Я согласен Давай наверное На этой такой Классной Очень Мне кажется Вдохновляющей Эмоциональной Такой Ноте Поставим точку Мне кажется Мы уже с тобой Два часа Без малого Проговорили Вот Друзья мои Спасибо вам Что слушали Надеюсь Было интересно Если у вас есть Какие-то там Вопросы Замечения Пожелания Предложения Смело пишите Вот Я думаю Что и нам Будет и приятно Если какие-то вопросы Там Александр обязательно Ответит на них Вот Тебе Спасибо большое Что дошел Пришел Было очень классно Я вот прям сижу Вижу У тебя улыбку на лице У себя Тоже Как бы улыбку на лице Мне кажется Это очень классно Надеюсь Мы сможем Как минимум Привнести Какого-то Приятного положительных эмоций Нашим слушателям Вот Да Спасибо большое Это уже было Очень приятно И здорово И опять-таки Вопросы Да Даже не вопросы А темы Они похожи Они общие Да Поскольку Здесь мы Как я говорю Что Не В жизни Нет индустрии От людей Мы Мы работаем с людьми Мы работаем с людьми Поэтому То Как Как мы себя ощущаем Как ощущают они с нами Это одно из самых важных Согласен Ну что друзья Всем спасибо И до новых встреч Пока-пока Спасибо До свидания